Так. Ну все, Петр Иванович, можете, в принципе, начинать. Здравствуйте, уважаемые граждане. Очень приятно вас видеть, с учетом того, что вчера как раз у нас проходил очередной конец света. Значит, всем можно всех поздравить. И разрешите, я вам расскажу, в конце, чем я занимаюсь в течение последних, ну, наверное, уже 8 лет. Ну, начать с того, что одно время я служил в Зарожных войсках, в испытательном полку, и некоторое время испытывал дизельмолота трубчатая. На самом деле, если посмотреть на трубчика дизельмола, это получается примерно то же самое, что и идеальная машина-карнол. Это одноцелиндровый двигатель, тепловой, который, в принципе, выполняет функции по погружению света. Так вот, ситуация вот такая, что исследуя, ну, при исследовании работы дизельмолота, значит, мы в рабочую камеру сгорания устанавливали наши датчики и следили за изменением давления внутри рабочей камеры. Такое, что я должен сказать, что уже тогда, это было где-то лет 20-25 тому назад, уже тогда, значит, меня припомнили, как по теории у нас что-то не все в порядке. Ну, потом я от этого дела отошел, значит, пошел на педагогическую работу, потом, значит, вообще вывел среднезародный хвост, и в конечном итоге вернулся к этой проблеме только вот лет 8 тому назад. Честно говоря, я уже думал, что теорему Карнол забыли преподавать в средней школе, был очень-то немножко удивлен тем, что практически все эти вещи, которые, значит, проходил я, они так и не одинились со временем. И, ну, вот, учитывая свой опыт, я должен сказать, что я решил все-таки разобраться в этом деле, почему так происходит, вот почему постоянно вылезают какие-то новые идеи о том, что можно построить там вечный двигатель первого рода, второго рода. Почему здесь какие-то, значит, высказывания, значит, в адрес термодинамика, что здесь что-то не так, здесь что-то не так. Ведь это же не просто люди, как бы, говорят о том, чего делать, а ведь, наверное, они что-то думают, чем-то это вызвано у нас все-таки эти самые, какие-то размышления. Ну, в конечном итоге я решил уже с этим делом разобраться. В 2008 году я написал первые две статьи, они опубликованы в журнале, если кто не знает, значит, доклады независимых авторов, номер 10, выпуск номер 10, значит, дело в том, что ни одну мою статью так и не взяли никуда в рецендируемый журнал напечатать. В общем-то, я должен сказать, что первые две статьи, разумеется, они были довольно ценные и, ну, скажем так, по большей степени рамочные. То есть, на самом деле, мне хотелось просто привлечь внимание к этому вопросу, чтобы было с кем, ну, обсудить. Потому что, так, одна голова хорошо, а когда участвует в осуждении того или иного вопроса достаточное количество умных людей, то и сам начинает расти, в конечном итоге, сам начинает разбираться, в каких-то речах, значит, речка и лучше. В конечном итоге, пообщавшись на нескольких форумах, пообщавшись по электронной почте с довольно большим количеством народа, я должен сказать, что, ну, много что высказывали, значит, негативные мнения в отношении, значит, этих заявленных мной, значит, статей. Ну, я продолжал работать, и в конечном итоге, все-таки, я должен сказать, что, на мой взгляд, я все-таки разобрался, в чем состоит основная проблема в современной теоретической термодинамике. Я достаточно хорошо изучил историю развития термодинамики, и, в общем-то, уже могу сейчас большой верности сказать, откуда растут многие тех или иных ошибок, которые, ну, привели к современному неправильной, скажем так, трактовке тех физических явлений и законов, которые свойственны термодинамике. Результатом этого, значит, моих исследований была статья, которая была размещена на одном из сайтов интернета, она называется «Размещение океарены Корно». Развлечена она была в 2010 году, пролетела около двух лет, за это время было порядка 7 тысяч копичений этой страницы, я думаю, что, наверное, около, наверное, человек 500-600 эту страницу, то есть эту статью, наверное, все-таки просекали. Хотя довольно большая, объемная, порядка 50 страниц, ну, я думаю, что не у всех хватило, значит, двух лет читать ее до конца, ну, и разобраться во всех тех моментах, которые я там писал. Тем более, что я там не до конца был уверен в этом самом, в правильности своей позиции. Но последующие два года я в 2010 году я начал проводить эксперименты по поводу того, что, ну, теоретические рассуждения-то хорошо, а вообще-то каждая теория, она должна быть подтверждена экспериментально. И, в общем-то, значит, я поставил, насколько мог, я так их называю, кухонные эксперименты, потому что, ну, отсутствие нормальной лаборатории, отсутствие, скажем так, их необходимых денег внутри, ну, ограничили, конечно, меня по этому самому вопросу с трудением эксперимента, но, тем не менее, я смотрю на очень удивительную вещь, которая, значит, сводится к тому, что в современных адресах установленные значения адиабат для различных газов, они не верны. На самом деле, значит, реальные значения показатель для адиабат, для реально существующих газов, они значительно меньше, чем те, которые заявлены сейчас. Значит, это позволило мне, опять же, рассмотреть, откуда растут ноги у неправильных, у этих самых показаний. И, в конечном итоге, я понял, что все сводится к тому методу, который был описан здесь в 1819 году, Креманом и Егорманом, и который, в общем-то, до сих пор, уже на протяжении 200 лет, является одним из... То есть, это основной метод, которого обучают студентов физических направлений в их учебных заведениях. На самом деле, эти результаты, которые получаются по использованию метода Кремана-Дезорма, они не те, которые, значит, показывают реальную, значит, величину, сказать, адиабата. И это у меня описано, значит, в статье, там эксперимент у меня описан в статье, и результаты, как раз, которые получают в соответствии с Креманом и Егорманом, описаны в статье физических и условиях для опасных процессов. Кроме всего прочего, я там высказал некоторые соображения теоретического характера, которые, на мой взгляд, объясняют вот такой вот результат, который, значит, получается. То есть, ну, почему так происходит? И выстроил, значит, я, в общем-то, разрабатываю сейчас теорию, которую назвал сначала квантовой теорией теплоты, сейчас она у меня как бы трансформировалась в названии электромагнитной теории теплоты, которая сводится со мной, что основной постулат этой теории, что теплота, на самом деле, это не никакое механическое движение молекул. Механическое движение молекул – это всего лишь следствие тех, значит, сил, которые воздействуют на молекулы при изменении их, значит, состояния. А теплота, на самом деле, это электромагнитное излучение в нижнем прокрасном и прокрасном, световом, электротеоретовом, лентиновом и более жестких, так сказать, диапазонных излучений. То есть, это все виды излучений молекул, они как раз и являются, можно назвать, теплотой в широком смысле этого слова. Вот, в общем-то, все, о чем я хотел, в общем-то, сказать. Кроме всего прочего, я на следующей встрече приготовил макет клиндра основной. Если вы хотите, я могу его потом продемонстрировать, если будет такое пожелание. Давайте я сразу это пожелание выскажу, а то вы очень быстро со всем справились. Если у вас есть какой-то, что вы хотели показать еще раз? Макет, да? А, ну, хорошо. Вот. Давайте посмотрим вот таким вот образом. Так. Сейчас. Так. Так. Нет, 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 нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это, допустим, будет у нас поршень, и груз какой-то массы М действует на... Газ внутри цилиндра, то увидите, как все эти молекулы начинают внутри перекомбинироваться. Расстояние между молекулами сокращается, и в соответствии с законом, основным, значит, насчет того, что сила взаимодействия равна заряду одной молекулы умножить на заряд другой молекулы, деленная на квадрат расстояния между ними, Значит, в связи с этим молекулки... То есть, вот таким образом мы повышаем давление газа внутри вот этого вот цилиндра. Теперь, если мы уберем силу, которая действует на эти газовые молекулы, то, соответственно, видим, что... Вот эта потриэнергия накопленная для взаимодействия, она как раз и выполняет ту работу, которая происходит при всех, значит, при всех адиапазных процессах. В принципе, значит, ролик по подобной я попытался сделать, он должен в интернете, и если кого интересует, могу дать ссылочку на такой ролик. Дело видно хоть кто-нибудь? Видно. Хорошо. Так, значит, еще могу рассказать про эксперимент, который поставился, эксперименты, которые проводили, по определению величины... Диамата. Это, пожалуй, самое интересное. Так что... Самое интересное? Что, хорошо. Значит, использовал я для этого обычные пневмоцилиндры от фирмы Ферта, которые у меня были. Вот пневмоцилиндр, значит, такой. У него есть два входа. В принципе, значит, вот в один из входов я устанавливал клибоманометр. Вот такой манометр. Вот такой манометр. Либо, вот у меня еще и другой из манометра. Значит, у них у всех восточницы полтора. Вот у этого предел давления до 10 бар. У этого до 6 бар. Значит, я еще использовал в качестве, значит, датчик давления, который у меня сейчас находится на работе. Датчик давления от фирмы Форлэк и снимал, значит, со мной. Показания я с помощью специального компьютера и специальной аналоги цифровой платы 9114HGS, значит. Платка довольно дорогая, поэтому у меня сейчас находится на работе. Значит, методика баллотирующая. Самое главное, это было обеспечить, ну, должен сказать, что нормальные немецкие качества снима цилиндров не позволяют, в принципе, проходить воздуху внутри полости цилиндра. И надо было, единственное, обеспечить нормальное соединение вот здесь, чтобы воздух не выходил. Я пытался использовать и вот эту фумо-ленту для того, чтобы создать нормальное соединение. Но должен сказать, что в 50% случаев все-таки была, на этом, наблюдалась какая-то утечка. И поэтому самый оптимальный вариант, который я, значит, в этот метод старый губочеков, это берешь этот поклёд, ее в красочку, обмотал, пока, правда, потом это соединение довольно трудно разбирать. Петр Иванович, а Вы как материал этот самый, раздаточный я его назову, можете, помните, Вы на каком-то там форуме выкладывали картинки всех Ваших этих приборов заразы? Ну, вот если бы Вы эту картинку сюда бы выложили, ну, так, чтобы она была перед глазами. А, хорошо. У Вас просто помню, помню, что такая была. Сейчас надо ее будет искать, тогда. Найду. Так, ну, если ее прям совсем долго искать. Да нет, просто, в принципе, не так долго. Ну, на самом деле, они выложены на это самое, на хостях Яндекса, и всегда находятся в этом там, в свободном этом там, в госпитете. Я это сделал, так что все, можете не искать. Я правильно выложил? Петр Иванович, можете посмотреть? Вот это? Да. Ну, в принципе, да, да, вот это один из этих самых хостинков. То, что использовалось для начала работы. Ну, и в конечном итоге это самое. Значит, измерял я величину перемещения поршня. По величине перемещения поршня, то есть, определял, значит, объем и снимал показания с манометром. Соответственно, составлялся график, и в результате чего, могу сказать, что это самое, для воздуха показатели агриобаты у меня получился в среднем примерно 1,29, ну, начиная в пределах от 1,27 до 1,31 сотой. А для гелия, значит, я использовал, значит, гели, который заполнял полуцелиндрый гелием, гели и брал тот, который продается для наполнения гладушных халитов. Не знаю, конечно, насколько он там чистый, насколько он, значит, качественный. Другого у меня, значит, доступа не было. И агрия получился, значит, показатель агриобата равен 1,32 сотам. Ну, в пределах от 1,30 сотых до 1,33 сотых. То есть, на самом деле, если табличное значение для гелия показателя агриобата равно 1,33 сотам, то равен, что, как вы видите, большая. Я вот это был один из графиков, который я... Вот, подожди, давайте я вам, значит, расскажу про этот график, что он означает. Значит, ну, и было сделано специально, значит, устройство, с помощью которого с хадом 1 мм я мог перелечать, значит, шток поршня. Закручиваю, значит, винт, ну, средьбой, у которой, как видите, был 1 мм. Ну, значит, видно, что эти, значит, показания брались, опять же, при помощи датчика Орлесковского. И здесь видно, что, значит, через некоторое время, значит, я делал 5 оборотов, то есть перемещал поршень на 5 мм, потом выжигал некоторое время, значит, порядка 5, там уже 10 секунд, и снова, значит, делал 5 оборотов и так далее. Значит, вот, если посмотреть ближе к вершинке, то видно, что есть такие небольшие всплески, да, у этого самого, у... вот по восходящей там линии, да, и это говорит о том, что вот этот процесс идет, это нельзя было назвать, конечно, значит, процессом полностью авиабаком, скорее всего, это такой политропный процесс, тысячи полиции, но дело в том, что я вот это вот делал специально для того, чтобы проверить работоспособность его оборудования, ну, скажем так, на выполнение закона Боли-Мариотта. То есть в течение, после перемещения поршни на 5 мм, значит, вот это вот вырезка в течение 10 секунд, она позволяла температуре сидеть с теплообменом с темпами килиндра опуститься до, ну, комнатной. И, в конечном итоге, должен сказать, что у меня сначала никак не сходилось, вот, этот закон Боли-Мариотта, где-то полтора года тому назад, и я даже выложил там какую-то, значит, статейку по поводу того в ВКонтакте, по поводу того, что «Елки-палкин» это закон Боли-Мариотта не выполняется, у меня получалось, что требуется, значит, там в Алике тоже какой-то показатель, который будет равен 0,95 или 0,98. Но, благо, значит, наши умные люди подсказали, что надо найти просто у себя систему ошибок в этом самом, в опыте, и в конечном итоге я, как я, как я, как я, в КОСМОН, в среде, нитуально определил изначальный объем килиндра. То есть после того, когда я подкорректировал эту величину, оказалось, что, значит, закон Боли-Мариотта выполняет, значит, по процессу, ну, и, соответственно, после этого я мог нормально заняться вопросом по, как раз по исследованию величина диабата. Ну, должен сказать, что есть, конечно, кое-какие, значит, недостатки в этом. Причем я считаю, что если была бы возможность, то у кого-то, значит, что этот эксперимент надо было бы поставить на более качественном уровне, значит, чтобы нормально оснащен в лаборатории. Причем надо было бы оснастить этот смемо-цилиндр, а лучше взять смемо-цилиндр значительно побольше размера. Причем желательно, чтобы он был не металлическим корпусом, а как в свое время сделал, значит, Дженс УАЗ корпус цилиндра из теплоизоляционного материала. УАЗ, значит, взял, значит, в свое время, значит, деревянный, сделал этот самый корпус для цилиндра. Ну, я думаю, что сейчас вполне бы подошел бы, наверное, какой-нибудь старопласт или мой брюс, или какой-нибудь пластик. Можно было бы, наверное, попробовать и стеклянный. Кроме всего прочего, значит, шток было бы неплохо бы оснастить к дефузионным гатчикам перемещения, соответственно, поставить не манометр, а поставить какой-нибудь нормальный вот гатчик давления и просто снимать показания с помощью компьютера. То есть проблема в принципе такой большой быть не должно. Я написал, прежде всего, письмо в Академию наук по этому поводу, но Академию наук, это, значит, мое предложение, значит, провести мой эксперимент на более качественном идейно-методическом уровне не нашел понимания. в этом самом из Министерства образования пришел соответствующий ответ точно такой же, что им, значит, никакие там новые эти самые разработки очень-то не нужны. Ну, так что пока вся эта то самое вещь осталась к нам в таком уровне. Последнюю свою статью я, правда, отправил еще, я имею в виду, с технического адеопатопроцесса, в журналах сегментарной теоретической физики. Ну, прошло уже пока, уже почти три месяца, пока не плохо не заходил. Замечательно, но это все, назовем ее лирикой, поэтому, наверное, тематически она сейчас не совсем отношение имеет. Все, либо у вас еще что-то? А как по поводу, я вам эти самые вопросы или комментарии? Можете по сути, а то у меня сомнения, что все прям прочитали? Значит, что хочу сказать, что, во-первых, я хочу выступить вашему оппоненту в дискуссии и показать, что взгляды являются вашими частными предположениями, что привезли у меня только для газообразного рабочего тела тепловой машины. И только частные ресурсы, а именно для источника энергии. Ну, я бы вам сказать, что, в общем-то, все тепловые машины, которые созданы человеческим матери, в сегодняшний день, они в любом, в любом случае, в качестве рабочего органа используют технический газ. Нет ни одной тепловой машины, которая бы использовала качество рабочего тела, либо жидкость, либо твердое тело. Значит, дело в том, что это только для газов свойственна такая функция, как повышение давления при повышении температуры. Ни для жидкости, ни для твердых тел, в общем-то, значит, там имеются какие-то изменения в состоянии, но изменения в состоянии происходят совершенно по другим законам, и это как раз не позволяет использовать жидкие или твердые тела в качестве рабочего органа тепловой машины. Поэтому все остальное, что там было написано, ну, я считаю, что это лишь попытки теоретизировать наши свои взгляды и предположения. На самом деле, все-таки реально, в эфире, когда она должна отсталкиваться действительно от экспериментальных положений. Хорошо. И по поводу еще, я смотрел на форуме, который «За науку» называется, я думаю, вы его хорошо знаете. Это там, где... Там, где товарищ Мендо заправляет. Мендо, да, Федор Федорович. Да, Федор Федорович. И там был долгий разговор, я сейчас уже не буду вспоминать, с кем о ком, с кем, о чем он происходил. Но там была ситуация такая, что в самом начале какой-то темы с вами зашел спор о том, что процесс у вас саполитропный, а не адиабатный. Просто сейчас вы сказали, что он у вас скорее политропный, а там вы долго утверждали, что он не политропный, а адиабатный. Вот я просто, опять же, не специалист, поэтому я поверхностно все это прочитал, в суть вдуматься не могу, но все-таки вот это вы можете каким-то образом... Да, суть какая. На самом деле, в том, что называется политропным процессом и что называется адиот. Есть как бы идея начертовой, что имеются некоторые процессы чисто адиабатные. Есть процессы чисто-изотермические. И что на самом деле, вот в реальной жизни, нет, не может быть, значит, не чисто-изотермического, не чисто-азиабатного процесса. А все процессы, они происходят как раз вот в графике между вот этими двумя кривыми. То есть, на самом деле, получается, что если вот этот вот показатель адиабаты, его можно считать как показатель нашего адиотеропа, то он минимальный и равен единице для процесса изотермического и равен максимальному значению для процесса адиабатного. Ну, что могу сказать, что ситуация вот такая. Чем медленнее проводится процесс, тем он ближе к связи с тем, что идет постоянный обмен теплотой, значит, между газом и между стенками цилиндра, то и этот процесс, ну, как сказать, никуда от этого процесса не дется. Поэтому чем медленнее происходит процесс, тем он ближе к эзотермическому. Чем быстрее происходит процесс, тем он ближе к адиабатному. Дело в том, что, значит, я в своей при проведении эксперимента, значит, для получения, скажем так, процесса максимально приближенного к адиабатному я сжимал с разной скоростью. Ну, и в конечном итоге, должен сказать, что при скорости перевечения штока, то есть, вот когда вот эти пять миллиметров шток, пять, пятьдесят миллиметров шток длиной, и если он перемещается в действительно где-то там десятой долей секунды, то процесс прежде можно смело читать практически адиабатным. Это мое такое мнение. То есть, на самом деле не успевает теплообмен как бы на росте. Ну, естественно, есть какой-то там недостаток в этом, но у меня поразило, значит, впечатление, что при скорости вытекания вот этого сжатия, где-то плевелось там десяток долей секунды, мы получаем исключительно адиабатный процесс. Поэтому все рассуждения, значит, тех людей, которые этот эксперимент не проводили, довольно интересно, но на самом деле не существенно. Хорошо. Если вы там в чате, у вас чат видно? Да. Справа, там господин Морозов пишет свои комментарии, он, конечно, может их сказать. Видите, они все твердотильные? Ну, можете еще повыше прочитать, там пару строк. Подождите, ну давайте, значит, давайте буду отвечать. Ну, во-первых, значит, что такое, мы говорим о, когда подразумеваем тепловой двигатель, мы говорим о том, что тепло превращается в механическую такую-то работу. Значит, механическая работа, это что это значит? Ну, это перевесение, да? То есть, на самом деле мы должны получить такое там усилие на валу двигателя, который будет передаваться колесам. Либо это просто значит, какой там механизм для поднятия груза, нет ни одного двигателя, у которого был бы твердотельный рабочий, не рабочий, не рабочий, а рабочий тело. Ни одного. Если есть, пожалуйста, готов этот самый мой. Так, вот он пишет есть. Давайте, Валерий, Валерий, это я, Морозов, обращаюсь. Если вы хотите, может, звук включите и скажете? Давайте, давайте я включу. Вот так, замечательно. Примеры тому есть, значит, где-то сто лет назад изобретались такие демонстрационные двигатели с тепловыми всякими на именно твердотельные. Если я не помню подробности, но они есть, примеры тому есть в первом издании Хорсона. Значит, он издавался где-то, не помню, с какого года закончилось это издание в 15-м году, прошлого века, естественно. Значит, все там, как бы, приметочки тому есть. Там именно на тепловом расширении твердых тел есть, в примере, такие игрушечки, которые двигались, что-то там двигалось, крутилось, я уже детали не помню, но можно посмотреть. Значит, это Хорсон, значит, наверное, он издавался до 36-го года, насколько я помню, переиздавался многократно, значит, в 18-м году второе издание, третье издание уже было в 18-м году, и какое-то издание было в 36-м году. То есть его можно найти в библиотеках, но достаточно старинных. Если вы в Питере, как я понял, вы в Питере, значит, я думаю, вот, вам будет доступно это издание. Советую посмотреть. Это, кажется, второй том, впрочем, я не уверен, может быть, и третий. Могу сказать, что можно, да? Да, конечно. На самом деле, вообще-то, один из, скажем так, тепловых двигателей, твердотельных, описан у Спайлса, то есть Шейнман Лайтенстенд, ой, Спайлэс, да, Шейнманские лекции по физике. Там описана следующая конструкция, то есть колесо висит на каких-то резиночках, да, резиновых струнах. И когда лампой отмечают струны эти с одной стороны, то они нагреваются, и, соответственно, резина имеет свойство сжиматься, и, соответственно, значит, это самое, меняется чуть-чуть дисбаланс колеса, и колесо под действием силы сжиматься, и начинает вращаться. Но сам, сами авторы пишут, значит, там где-то была такая фраза, что, значит, этот двигатель в конечном итоге будет потребляться, если поставить 300-ваттную лампу, значит, то, на самом деле, этот двигатель сможет всего лишь поднять в лоху. То есть тут говорится вообще насчет того, что теоретически, теоретически, конечно, можно сделать какое-то, это самое... Нет, я говорю не о теоретических, а о реальных конструкциях, которые демонстрационные, конечно, значит, их запрячь никуда нельзя, но, принципиально, проблема решена, значит, и твердотельная есть, ну, если еще учесть магнитные, значит, вполне, там те же самые термодинамические процессы происходят, значит, тоже можно рассматривать. Значит, дело в том, что точка Кюри, температура меняется, и вот на этом построена, значит, ну, всю термодинамику можно применять и к твердому силу. То есть тут нет никаких исключений, жидкость это твердое тело или газ. Исключения есть и самые основные. Значит, дело в чем, что, значит, во-первых, попытка доказать теоремы Корно, теорема Корно, в общем-то, звучит таким образом, что КПД теплового двигателя не зависит от агентов, которые используются в качестве рабочего тела. На самом деле, на самом деле, как показывает практика, все эти самые, никакие жидкостные или, то есть, двигатели, которые используют гидкость или твердое тело в качестве рабочего органа, не могут уйти ни в какое сравнение с газовыми. На самом деле, исключительно только для газовых тепловых двигателей характерны все вот эти вот авиабаты, изотермы, изофоры и тому подобное. Ну, это совсем не так, значит, все тепловые процессы, они едины и для твердых тел. Насчет практики, применения в практике, я могу сказать такие вещи, что тепловые машины, это же не только двигатели, это и холодильники, и тепловые насосы, значит, и все это, значит, как бы описывается едиными законами термогенемии. Нет, подождите, я не говорю про ваши законы, я говорю про физические законы, которые, в общем, ну, как бы сказать, я как ортодокс должен объяснить. Значит, тут независимо от того, магнитный это двигатель, значит, магнитные холодильные машины применяются для всех, ну, вы, наверное, слышали, что сейчас есть температура рекордная, именно, близко к абсолютному нулю, это уже, по-моему, в микроградусах измеряется, в микротельвинах, они получаются исключительно с помощью магнитных тепловых машин. То есть это та же самая магнитная машина. То есть первичное охлаждение, значит, испарение гелия, а дальше охлаждается в процессах размагничивания тормагнитных тел. Ну, там, допустим, соли гадалиней и прочее. Значит, я вот хочу, я боюсь, тут не успею сейчас найти в разумное время, потому что я сейчас сам ухожу, значит, у меня есть вот этот курс Хольсона, могу показать. Ну, кстати, о ваших экспериментах могу заметить, что, в общем-то, все сделано, наверное, уже. Ну, Иван, как всегда, выбрал точные данные. Иван тут, наше все. Привет, Иван. Значит, я хочу добавить еще, наверное, вот что, склероз, сейчас скажу, немножко в другую сторону, значит, по поводу, я тут выложил как бы сообщение по поводу, значит, экспериментов Тельминового. Значит, этот эксперимент, он делает тепловую машину, которая, в общем-то, добывает электрический ток, ну, кстати, вы говорите про механические двигатели, но есть довольно важная область, это вот магнито-гидродинамический область, это реально тепловые машины, которые преобразуют в прямую энергию из топки горячих газов, преобразуют в прямую электрическое тепло. Такая экспериментальная машина сделана уже на Рязанской тепловой станции, она эксплуатировалась, я не знаю там подробностей, но такое есть, в общем-то. Не обязательно преобразовывать, значит, нам механическая энергия, вот которая раскручивает турбины на электрической станции, она нам, в общем-то, не редко тогда нужна, а нам нужна, в общем-то, электроэнергия, в конечном счете. Есть тепловые машины, которые магнито-гидродинамические, генераторы, они используются, и, в общем-то, в общем-то, они идут. Я не обрисаю возможности прямого преобразования теплоты в электромагнитную такую-то энергию, это вполне обосновлено в возможный вариант. Но дело в чем? Я просто хочу сказать еще раз, что на самом деле теорема Торно насчет того, что, значит, если, что вырабатываемая той или иной, значит, тепловой машиной энергия не зависит от используемого рабочего тела, то эта теорема неверна. И ее доказательства ложны, несмотря на то, что ее, значит, заказывали Илангау, что ее заказывал Ферми, что ее заказывал тот же самый Фейман в своих этих самых функциях векций. На самом деле, значит, это все эти доказательства построены на одной простой архиве. Примерно такой же, который построен доказательство того, что 22 равно 5. Об этом у меня написано, какие рефлексы в Ферми, Торно, если хотите, вам это очень важно. Ну, может быть, хочу, может быть, посмотрю. Я сейчас просто хочу формировать вас и народ, извините, значит, я сейчас уйду, значит, по поводу, значит, что вот попытки, как бы, сделать тепловую машину, вот, то есть вечный двигатель второго рода, ведут сейчас довольно, довольно серьезные, значит, успехи, правда, минимальные, там только микроампер, микроамперы Перминовым в черноголовке, значит, и вот на форуме Фиана я выставил, как раз вот обсуждалось это, и Перминов сам обсуждал это. В общем-то, он человек, в общем-то, как бы занятой, значит, возится потихоньку из барахла, делает, значит, что-то. И вот, я не знаю, у него более, где-то года два уже прошло, он возится все с другой установкой, ну, успехи пока он минимальные, значит. В общем-то, так, значит, а, ну, что виды адиобат различные, это, в общем-то, известно, есть ударные адиобаты, есть адиобаты газов, которые совершают работу, значит, которые не просто расширяются, а при этом совершают работу. Так что, в общем-то, вот. Итак, вот смотрите, берем мы какой-то вот, на самом деле, обычный смема цилиндров, это у нас является какой-то машиной, да, которой мы можем, подавая, значит, газ, мы можем этот цилиндр перемещать, то есть на самом деле мы можем совершать какую-то работу. На самом деле, простое перемещение поршня внутри, оно не является работой. Потому что, точнее, является работой, но это, можно сказать, бесполезной работой. Или точнее даже работа. Вот что у нас, что такое КПД? КПД – это у нас отношение полезной работы к затраченной энергии. Просто перемещая поршень туда-сюда, мы полезной работы никакой не совершаем. Вот если бы мы этим самым пневмоцилиндром поднимали бы какой-то груз, или наоборот, опускали бы его, противодействуя при этом силе тяжести, вот таким образом мы бы совершали бы полезную работу. А так, это просто, как маятник, да? Маятник, когда качается, он совершает работу? Маятник? Маятник совершает. По преодолению сил трения он совершает. О, по преодолению сил трения он совершает работу, и поэтому в конечном итоге остановится. Но вот эта работа, которая совершается маятником, эта работа, она бесполезная. И она, то есть на самом деле, получается, КПД вот этого маятника равно нулю, да? В конечном итоге, вся работа этого, значит, этого маятника по перевечению равна нулю, КПД равно нулю. Хотя, с другой стороны, мы можем взять обычный утюг. У утюга какая основная функция? Все, Петр, давайте, давайте самое, как бы я сейчас ухожу просто, дела, значит, извините, и я, значит, просто хотел информировать вас, а спорить о чем-то тут я, как бы, ну, могу с должным уважением отнестись к вашей работе, значит, но, как бы, мне эта тема не очень интересная. Я, как бы, проинформировал, я свое дело сделал, значит, и, наверное, сейчас... Ну, закладка другую. ...то, значит, откланится просто. Ну, хорошо. Если у вас будут какие-то замещения по сути моих работ, пожалуйста, мой этот самый интернет-адрес есть в моей статье. Ну, это самое, почему? Я вам сказал, как бы, у меня своя работа, и, значит, там... Ну, там служат все эти самые замещения, которые есть. Ну, хорошо. Это-то все понятно, как там связаться. Мы просто вас, Валерий, тогда задерживать сильно не будем. На то, вы, наверное, как говорит Николай Чернокоров, стеснительный, как и мы все. Я, да, я сейчас, ну, просто пойду в душ и... Да, ну, это очень интересно. Ну, хорошо. Хорошо. Счастливо. Да, все доброе. И давайте, прежде чем дальше зададут вопросы, Петр Иванович, я вам еще высылал в одном письме документ, прикладывал. Значит, значит, еще раз, значит, это по поводу того, что уравнение первого и второго начала термодинамики, обращая внимание в Европе в Ван Гог, а в Америке в Ди. Согласно изгляду, только совместно рассматривая уравнение первого и второго начала термодинамики, может систематизировать в виде основных равнений технической термодинамики. Ну, на самом деле, я должен сказать, что опять же, значит, вот, я не договорил. Значит, если мы, смысл какой, что на самом деле, на самом деле, значит, первое начало термодинамики, оно должно звучать так, как оно у меня записано в этой самой статье. Итак, я об этом неоднократно повторял. Следующим образом. Так, значит, на самом деле, значит, вся теплота, переданная материальному телу или системе тел, переходит во внутреннюю энергию этого тела, изменяя его состояние. Сверхает ли при этом механическая работа в таком количестве, зависит абсолютно от конструкции физических свойств этого тела, или системы тела. То есть, на самом деле, силой термодинамики должно выглядеть так, что ху, это полученный илитовый материал, телом или системой тел-шиплота равна дельце у, то есть изменение внутренней энергии материального тела. Работа здесь, в этом уравнении, значит, на самом деле, ни с какого боку не стоит. И это, значит, нормально согласуется с результатами моего эксперимента, и это нормально согласуется, значит, с тем, что я описал в последующем статье. То есть, на самом деле, ну, что могу сказать, что Иван Гог и Игипс вообще-то просто-напросто ошибались. Хорошо. А по поводу того, что Черногоров написал в чате? Так, молекулы газа можно перевести на место в стабильные уровни, и тогда сжатие будет другим, разумеется. Честно говоря, значит, ситуация такая, что все зависит от... Затрон боли Мариотова же тоже действует лишь на каком-то определенном интервале давления и температур. То есть, когда мы уже начинаем переходить к каким-то более физическим, значит, этим самым давлениям и температурам, то есть, близким к физическим точкам, близким к переходным процессам, то, соответственно, этот самый закон более Мариотова не выполняется в том виде, в котором он лежит. Соответственно, то есть, это также меняется и показатели Адиабат, то есть, это также меняется чуть-чуть, значит, и тропные процессы. То есть, на самом деле вопрос требует серьезного изучения, но я хочу сказать, что я-то в каких пределах мерил, значит, единственное, что я мог затеснуть свой сломоциллиндр в холодильник и получить там температуру минус 18 градусов, к примеру, да? Мог его прокипятить, получить, значит, в конечном итоге температуру, ну, где-нибудь там, ну, порядка там 50-60 градусов, так, более-менее нормально. Потому что, когда кипичи из 100 градусов, а потом вытаскиваешь уже этой стороны из воды, он теряет температуру. То есть, на самом деле, а, и давление тоже я мог измерять их пределы от нуля до, там, 10-ти этих самых баз. Ну, баз примерно то же самое, что и атмосфера, да? И в конечном итоге, значит, тут же, вот, интересно тут написано, что максимально, значит, на основном способен, то есть, рассчитан на 10-ти этих. На самом деле, я вел исследование и в каком-то небольшом, этом самом, небольших пределах. Однако, позволю себе напомнить, значит, в каких пределах используется метод киманадезорма, значит, в котором обучают студентов. С студентов обучают методы киманадезорма, значит, с помощью этой, значит, их установки, и там давление повышается, в теории, на, ну, буквально на 2-3 сотые атмосфера, и не больше. А температура, это температура, их вот температура окружающего воздуха здесь. То есть, на самом деле, значит, там строятся далеко идущие эти самые, значит, фантазии, исключительно на таком коротеньском этом самом диапазоне, о котором, в общем-то, и говорит даже это самое, смешно. Так, фазы и переходы – это ван дер вайс. Ну, может быть. Значит, если вы используете число Аллагадрия и Лосмита, то откуда вы их берете? Значит, во-первых, число Аллагадрия я беру, значит, из того простого факта, что вроде бы у нас как бы уже определена масса той, того или иного атома, и ее можно выразить в этих самых килограммах. Поэтому, даже не знаю, при чем тут план, или там кто-то еще. Так, расстояние между молекулами меняется, а филы ван дер вайса будут другие. Вот их действие преодолевает поршень. На самом деле, сейчас, я думаю, на основе тех же результатов, которые, значит, получил я, рано говорить вообще о ван дер вайс, вот силах и вообще, какое влияние они оказывают на все эти вещи. То есть, на самом деле, необходимо, необходимо вот этот вот поставленный мной эксперимент провести, еще раз повторяю, нормально оснащенный в лаборатории, провести этот с прецизионными какими-то, значит, устройствами, и уже на основании этого делать какие-то далеко идущие выводы. Значит, сейчас, я могу сказать, сейчас я всего лишь просто обозначу проблему. Проблема в определении показателей величины адиоматии есть, и эту проблему надо решать на более высоком уровне, чем я могу это сделать, вот в этой комнате или у себя на кухне. Надеюсь, это понятно. То есть, я считаю, что вообще, как бы я так прикидывал, у вас все это может обойтись, я считаю, что только, значит, на оборудовании для такого эксперимента надо потратить порядка 300 тысяч рублей, у меня таких возможностей нет. Кроме всего прочего, это надо иметь нормальную лабораторию, надо иметь лабораторов, надо им платить зарплату. То есть, это вообще-то под силу только нормальной этой самой какой-то организации, нормальной институте. Это могло бы, этим вообще вопросом могло бы заняться бы наша, значит, российская академия наук. Но российская академия наук, как я понимаю, постоит площадь из, значит, людей уже трехогнулых из 15-15-летний, значит, рубец. Их особо, наверное, ничего не интересует, кроме как сохранения своего, значит, теплого места. И поэтому не надо ждать, пока там кого-то будут какие-то более молодые ребята. Так, в чем эксперимент на оперативке обосновать, разработать методику, значит, и полезность в будущем. Ну, какая полезность в будущем? Полезность в будущем здесь может быть только одна. Значит, полезность в будущем это то, что мы будем в конечном итоге преподавать своим детям в школах и студентам в ЛУЗах. То есть, на самом деле, то, что сейчас рассказывается про теоретическую термодинамику, это всего лишь, значит, фантазия и Тарно 200-летней давности, это фантазия Клаудиуса, который придумал энтрофию, с которой сейчас все носятся. Хотя, значит, смысл этой энтрофии вообще никакой. Это, на самом деле, насворожденное дитя, которое в термодинамике вообще не надо. Это же вот посмотрите, значит, Клаудиус ввел это понятие энтрофии, и после этого народ начинает чуть ли не два столетия, не полтора столетия, значит, спорить насчет того, значит, ждет ли Вселенную, значит, энтрофийную смерть или не ждет. На самом деле, вопрос просто ли их вам какого-то смысла. Понятие энтрофии, оно в термодинамике не нужно, оно даже вредно. Так, следующий момент. Эксперимент надо теоретически обосновать. На самом деле, эксперимент у меня теоретически обоснован. Этому подключены глава 3, 4, 5 в статье «Кизический смысл о биопатных процессах». И, кроме всего прочего, в 5-й статье на основании вот этих вот на этиоретических посылок выведены закон Голи Мариотка, закон Дели Сата и второй закон Дели Сата, он же также именуемый, как закон Кауле. Давайте сейчас я, секунду, слово дам намазу. 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 Сейчас вас слышим. Да. Петр Иванович, здравствуйте. Вот по тему доклада я ожидал, что вы будете говорить о причинах несостоятельности, почему критичные основы термодинамики. Я не очень думаю, в чем у вас сомнения на состоятельность основы термодинамики. Ну, в моем понимании, в общем, основные уравнения технические термодинамики, технические термодинамики, в общем, хорошие канализированные, в англопе и гипсу, и даже на это уравнение получено теоретическое доказательство на основу уравнения механики гипсера. И я всегда думал, что это самые разработанные сейчас основы термодинамики. Я, честно говоря, не понял половину слов, которые вы говорите. Может быть, вы лучше все-таки на физик 5 этот вопрос? Потому что почему-то прерывается от вас этот самый звук. Смотрите, вот тот документ, который я вам прислал, это, в общем, намаз его мне и прислал. Так что вот он сейчас, могу суть, так сказать, передать, если я правильно понимаю. Суть в том, что вопросов, что вас не устраивает в, так сказать, что ли, в корне, либо в принципе термодинамики, если я правильно понимаю. И то, что там вроде бы оно все хорошо теоретически доказуемо, как-то объяснено, а теперь так получается, что вот вы высказываете недовольство, и в чем суть вот такая фундаментальная. Правильно я понимаю? Да, 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 да. Да. А, хорошо, поздно, спасибо. Ну что ж, значит, почему, во-первых, молекулярно-кинетизм, можно сейчас говорить, что вот молекулярно-кинетизм и теория, театру и первославскую кушевскую физику, физическую кинетику. Не забывать это можно разными именами, но по сути это, в принципе, остается все той же самой молекулярно-кинетической теорией, в основе которой лежит идея о том, что если нас отстукивают газовые молекулы, то нам от этого тепло. А вот если не отстукивают, то, значит, это пускай, но это нам холодно. На самом деле вопрос отвечается в том, что я считаю, что надо понять вообще, в чем смысл предмета термодинамика, какие вопросы она должна решать. Первый вопрос, основной вопрос, который должна решать термодинамика, это ответить на вопрос, что же такое является теплотом, что такое тепло. И вот меня, если не устраивают расчетные схемы, те, которые приняты в термодинамике, я вот и в молекулярно-кинетической теории, что могу сказать? Вот все нам хорошо известно, допустим, как пылинки десят в воздухе. На самом деле, если мы рассмотрим вот эту пылинку с точки зрения нормальной логики, то составим для нее расчетную схему, то, согласно молекулярно-кинетической теории, то ее обсукивают как бы газовые молекулы снизу и газовые молекулы сверху. Но помимо этого, на эту же пылинку действует сила протяжения в земле, равная МЖА. Причем, если эта пылинка, она не газообразная, у нее плотность, ну, на несколько порядков больше, чем плотность окружающего газа, да? То есть, по всей сути, согласно вот этой вот расчетной схеме, эта пылинка обязана падать на землю, предспочившись, как какая-то эта самая свинцовая грозинка в этом самом деле. Ну, почти безладушно-пространство. Потому что градиент изменения давления отсыпленных вверху и вверху практически, ну, никакой. Он не позволяет вот этой вот, то есть расчетная схема не позволяет вот этим вот пылинкам висеть в воздухе. А на самом деле, значит, скорость их впускания очень листая, очень медленная. И расчеты на тех того, что якобы они там летают в исходящих потоков там этого... От пола там или еще чего-то. Это довольно такое, знаете, притянутый зал их оправдания имеется под собой никакой логики. То есть, это говорят люди, которые на самом деле ни разу такого процесса как бы не наблюдали. Если хотите, я могу выложить, значит, со временем интернета, тут как-то специально заснял этот полет пылинок в этом самом... На солнце очень красивый, значит, некоторые кадры получились довольно красивыми. Так вот, и вот этот вот момент меня тоже как бы заинтересовал. Почему? То есть, если имеется какое-то явление, но оно не объясняет, не находят нормального объяснения, значит, теоретическому, что, соответственно, значит, что-то не так теорий. Ну и, соответственно, поэтому теорию надо так и подправить. На самом деле, этот вопрос, вопрос от полета пылинок, он более-менее какое-то обоснование нашел в теории, которую я разрабатываю. То есть, я считаю, что более-менее толковое, значит, разумное объяснение вот этому явлению я нашел. Кроме всего прочего, я же говорю, что началась вся эта моя работа с того, что при исследовании, значит, процессов, которые происходят в камерах сгорания визельного молотока, я могу сказать, что настолько были, значит, кошмарные расхождения с теорией, которую... имело, значит, место быть, но... Объяснений, как всегда, значит, ну, искали много, но и там, что, типа, и датчики там плохие были, и это самое, и средства, значит, измерения там не совсем нормальные, но, тем не менее, значит, оказалось, что в любом случае, как при расчете новых моделей, использовали все-таки результаты не теоретически, а использовали результаты те, которые были получены вот реально. Поэтому вот я просто хочу сказать, что любая теория, она должна быть все-таки максимально быть приближена к тому, что мы имеем вокруг себя. Кроме всего прочего, вот объяснение насчет теплоемкости, что якобы какие-то степени свободы, маеку влияют на это дело. Вы знаете, на самом деле, это объяснение настолько, как бы, фантастическое и натуральное, что я даже не это самое, у меня не сложно его прокомментировать. Скажем так. Так, хорошо, я сейчас дам... А, это вы господин Намаза, да? Вот, кстати, есть вопрос вот такой. А кто выйдет на конкретные институты? Например, у нас в Эмске, в Новосибирске. Я хочу сказать, что я написал письма, значит, разослал свою статью, ну, наверное, по всем этим самым институтам, по всем электронным почтам, которые выложены в этом самом, в интернете, и... Да, ну, я понимаю, но давайте это организационный момент, а то мы сейчас еще не успеем тематически спросить. Вот тут Намаза подключили. А, Петя Иванович, мы, наверное, индивидуально попроще разберем по интернету, но ранее Намаза не выяснили, мы бы друга не помнили, честно. Я так не... Хорошо, тогда Намаза, я вам друг другу скину адреса, Маша, и тогда вы... Да, 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 я так думаю. Хорошо, ну, спасибо вам. Так, сейчас я подключу Ярослава Григорьевича, он меня тут, вернее, я его попросил. Так что... Ярослава Григорьевич, можете подключить. Маши внимания. Так, ну, для начала я хотел бы сказать, что я целиком согласен с утверждением, что КПД, конечно же, зависит от теплового тела, но с которым работает. В этом смысле, хоть вы разослали вам многие места, я бы просил вас прислать мне свою статью, чтобы я ее подсмотрел. Ну, в качестве ответной меры пришлю вам соответствующие статьи свои. Значит, что в этих статьях, может быть, должно, мне кажется, интересно для нашего разговора? Слушай, все-таки энтропия-то нужна, энтропия многое определяет. Энтропия, как выясняется, это волновое число, число термодинамической волны. А вот понятие теплоемкости, оно как раз очень близко к понятию энтропии. И когда мы начинаем анализировать вот все эти процессы, которые считаются доказательствами второго начала термодинамики, то мы видим, что все они связаны с тем, ну, те, которые подтверждают второе начало, что теплоемкость является выпуклой функцией, выпуклой вверх функции, ну, типа логарифма. Вот от энтропии, я бы сказать, от теплоемкости. Так вот, мне кажется, хотя я не разобрался в ваших экспериментах и даже не разобрался в том, с чего они начались, но мне кажется, что они при соответствующей, может быть, модификации, как раз должны дать тот эффект, который вы утверждаете. Ну, и повторюсь, я готов как бы в качестве некого теоретического советника в этом поучаствовать, если, повторюсь, вы мне их пришлете. Спасибо. Спасибо большое. Значит, что хочу сказать. Вот получается так, что вы уже считаете, что понятие энтропии, которую ввел Клаузиус, вы уже его переосмыслили в какое-то свое сочетание времени. Я правильно вас понял? Да, да, совершенно верно. То есть, на самом деле, мы уже говорим не венебу энтропии, мы уже говорим о чем-то другом. Почему-то, к чему вы взяли и использовали как бы уже это самое, примирикавшись на слуху понятия. Так что я считаю, что это не совсем, честно говоря, не такой правильный ход. Если вы, это получается как бы подмен этого самого понятия. То есть, давайте энтропию Клаузиуса оставим, значит, Клаузиусу, а вашему этому самому, какому-то, ну, что, давайте это самое. Отменяемся своими взглядами. Я вам обязательно, в случае, значит, приклюю эти самые свои статьи. Чем больше людей прочитает, тем больше выскажу свои недовольства, тем больше выскажу свои эти самые, как бы, пожелания, я считаю, что это в любом случае полезно. И я бы с удовольствием бы читал на вашу эту... Если у вас есть с кем поделиться по поводу термодинамики, я бы сказал, вы с удовольствием, что вы, значит, думаете по этому поводу. Ну, раз вы затронули этот вопрос, я его не стал затрагивать, потому что думал, что, ну, нету времени толком. Значит, с моей точки зрения, вообще неверно говорить о вариационном функционале, как о, так сказать, использовать вариационный функционал в термодинамики. Там должен быть полный, полный, полный дифференциал, и тогда мы определение энтропии к старому, все-таки классическому, мы добавляем некое важное слагаемое, которое и сильно меняет картину. Ну, вот я не знаю, пояснил ли вам, я надеюсь, пояснить позже это, пояснил ли я это слушателям вашим сегодня. Ну, если кому интересно, я поясню или тоже. Я думаю, что давайте обменяемся в положении напечатанного на бумаге. Так, ну, это хорошо. Так, вы пропали. Так, вы нам что-то хотите показать? Я просто, чтобы помнили, что у меня есть макет, который я могу. А, хорошо. А, так, и хочу сказать, что есть у меня видеоролик в интернете, как музыку группы пишет. Это хорошо. Я могу, и вот, а ссылочку на него, где есть кто-то смотреть. Ладно, и у кого-нибудь еще какие-нибудь комментарии имеются? Так, просто покорректировать учебники могу сказать. Значит, Вячеслав Ученко, да? Значит, однозначно корректировать учебники надо. Как только появляется какая-то новая информация о мире, в котором мы живем, однозначно надо эту всю новую информацию прописывать учебникам. Потому что, иначе мы будем обучать наших детей тому, что плотная земля стоит на трех спектах, которая находится на одной телепахе, так далее и тому подобное. Ну, на самом деле, и такие люди есть, которые так считаются. Я думаю, что на ее... Слово-то мне можете дать как-нибудь или нет? Ну да, давайте я сейчас расскажу пару слов из того, что понимаю, очень много хочется таких уклонов, уково-научных политических. Это я сейчас закончу предложение и вам дам слово. Спасибо. Давайте постараемся не обсуждать околонаучные, политические, либо еще какие-то такие. Мы их можем обсудить, но назовем это в куларах. А пока основная часть, давайте попытаемся разобраться в теоретической части. Это чтобы не отликаться. Спасибо. Можно, Петр. Так, сейчас Виталий. Виталий Дубров просил. Да. Да, давно уже. Да, давно уже. Вот, я вам слово даю. Ну вот, Петр, у меня, ну, во-первых, большая благодарность вам за работу. Мне она очень приятная и интересная. Это новый свежий подход, более логичный, в самих основаниях. Вот что я ценю. Вот. И он вами доведен до конца. Во-первых, вот первую вашу работу про карно я очень внимательно прочел. Отдельно, вот у меня, ну, все равно скажу немного, раз вы затрагивали здесь про интеропию, я скажу так. Я занимался этим вопросом с другой стороны. Она мне с самого начала не нравилась. Я пытался ее и так, и всякое это. И почему я ею занимался? Потому что я вообще-то ядерщик, физик, теоретик. И там ее тоже пытаются, пытались куда-то зафундорить. И ничего она толком не давала. Только, не знаю, что, муть какую-то вводила во все, ну, скажем так, логические рассуждения и математические построения. Вот. Поэтому, конечно, можно как-то реанимировать, может, какие-то подставки, подпорки и придумать, и что-то хорошее из этой интеропии полезное вытащить. Ну, вот это мое мнение. Вот. Второе, у меня вопрос. Вот так получилось, что хоть я сам-то ядерщик, но просто мне приходилось в институте метрологии заниматься расчетами. Расчетами в области молекулярной динамики. То есть, это компьютерные расчеты, как бы движутся в некотором объеме реальной молекулы. И там снимаются разные характеристики и так далее, и так далее, в зависимости от начальных состояний и прочего. Вот. Вот тогда явно у меня получалось, да, это я тогда и по литературе другой смотрел, что если брать электрический потенциал для летающих молекул, то согласие вообще получается очень плохое. По сравнению, вот вспоминаем у меня вами здесь уже силами Вандервальса. Хотя силы Вандервальса как бы никакой такой глубинной физической логики на чем-то, на физических представлениях они и не содержат. Это просто абстрактная функция. Вот. Вот вы по этому поводу можете что-то сказать? Это как вопрос. ну по поводу энтропии. По поводу энтропии, да, вот я высказал мнение, оно с вашим совпадает. Взять бритву Асамы и ее это ликвидировать бритву. Ну да, да, но это по поводу остальных вещей что хочу сказать? Вы знаете, я 10 лет жизни практически провел те, в своей жизни те, что ставил эксперименты, помогал их строить, проводил и писал по ним отчеты. На самом деле, значит, теории бывают разные, которые люди выдвигают. Но когда почему-то некоторые теории расходятся по результатам эксперимента, очень большое желание возникает у людей не подогнать не теорию, а подогнать результаты эксперимента. Начиная с вопросом «А здесь было поршень сделано, а здесь было поршень сделано». Ну, что хочу сказать, что я к чему веду этот самый разговор, что на самом деле по поводу вот этих вот изначально эксперимент изначально вот тот который думаю поставлен повторить на более высоком качественном уровне и так, чтобы можно было озноровить практически мельчайшие вот эти вот изменения изделительных сил. Надо поставить сначала изначально красивый, умный и этот самый полномасштабный эксперимент и уже его оценивать, оценить его результат. Сейчас, опять же, я могу выставить массу всяких разных этих самых предположений в качестве которые я даже написал там в своей статье про радиопатных процессов, но на самом деле все может быть не так красиво реально, как написано у меня. И я в принципе к этому готов. я готов к тому, чтобы эту теорию, скажем так, то есть я попытался сделать какой-то костяк, остров, а вот на него надо уже налетять мясо. Но мясо на него надо налетять не исходя из город-фантазии, скажем, а на основе поломерной и сегментарной работы. Вот моя точка времени какая-то. фантазии меня не занимает. У меня просто был вопрос краткий. Я думаю, вы отметите, что Вандервальцева силы вообще непонятно, что математическая абстракция. Но она описывала почему-то лучше, чем электрические силы. если у вас нет четкого это самое, это так, вопрос он не серьезный. Вот. насчет второй вашей статьи, попыток построить теорию, ну что, я уже вначале сказал. Начало хорошее, но хорошее начало пол-дела, но это пока пол-дела. Но очень приятно было познакомиться с вашим подходом. Вот. Может быть в чем-то мы с вами и сработаемся в построении вот как мне кажется, конечно, поймите меня. Тут у меня тоже есть некоторые идеи. давайте я вам наверно напишу. Давайте с большим удовольствием для чего нужно начать? Для того, чтобы как раз обе не усомнения. Тем более, что мы оба в Петербурге. Да. Спасибо. Видно, как они не очень прислушались, когда я трогал научную тему. Хорошо. Просто тут еще людей много вроде которые задать вопросы. У вас Виталий вопросы еще есть. Я вас друг другом свяжу. написал мой адрес. Ну ладно, я его еще раз Да и вам спасибо. Так вот, вроде бы на самом деле Валерий меня Дмитрий просил задать вопрос. Так что сначала я ему дам слово. Дмитрий вас сейчас слышит планета. Спасибо. Слышно меня, да? Да, да, слышно. Ну хорошо, ладно. Значит, я даже может быть не столько вопрос задать, сколько может быть прокомментировать немножко. К сожалению, мне приходилось отходить, и я сам доклад так половину не слышал. Вот, поэтому может быть я не столько даже буду на доклад опираться, сколько на те материалы, которые были к докладу выложены. Ну, те самые два техники. Вот. И, в общем-то, насколько я понял, тут позиция, она может быть разделена на три части. То есть первая часть это некая, ну, так скажем, критика Корно. Ну, условно, там, потому что это, сказать, не только Корно попадает под горячую руку, там под горячую руку попадают все. Вот. И вообще непонятно, что после этой горячей руки остается от термодинамики, честно говоря. Ну, вторая часть это тот самый эксперимент по сжатию газа цилиндров. И третья часть это, ну, некая, так сказать, новая теория в замене МКТ, как нам предлагают. Вот. У меня, в принципе, так сказать, вот по всем трем частям есть некие замечания. Ну, давайте я вот начну встретить Корно, вот, я не знаю, может быть, я, так сказать, даже и не все назову, потому что тут что-то у меня очень много написано, ну, бог с ним. Ну, так вот. Значит, там в начале этой самой статьи такие слова сказаны, что я тут, значит, элегантный, неопровержимый, в общем, этого Корно закатываю под асфальт. Ну, вот, я честно скажу, я весь текст не одолел, потому что там очень много букв, очень много конспирологии, вот, и я, так сказать, вот, больше, так сказать, начало, а потом только по диагоналиру смотрел. Вот, но впечатление по прочтению текста совершенно другое остается. Я вот сейчас некий, так сказать, поэтический образ приведу, какое остается впечатление от прочтения этого текста, а потом немножко вакуумно скажу, почему оно такое остается. А поэтический образ такой, вот, представьте себе, что я взял бы учебник по математике для первого класса, средней школы, плясал бы его и не обнаружил бы там ни одного интеграла. И оттуда сделал бы вывод, что интегралы неизвестны современной науке, потому что современная наука находится в плену четырехсотлетних заблуждений по поводу вот этой интеграции. Вот такое впечатление, вот такой, так сказать, поэтический образ, да, такое впечатление, значит, вот от тех, которые я читал. Значит, почему оно такое? Ну, во-первых, в списке литературы нет ни одной сколь-либо серьезной книжки в термодинамике. Там есть учебники школьные, справочники школьные, учебники по общей физике для первого курса, ну, типа, там, Савелева, Севукина и т.д. Некоторой натяжкой, можно сказать, что, так сказать, серьезными книгами это является пятый том, Ландау, Лившица и термодинамику Базарова. Но, к сожалению, эти примеры неудачные, значит, и та, и другая книжка неудачная книжка термодинамику. То есть у нас издано огромное количество хорошей литературы по термодинамике, но ни одна из этих книг не цитирует. Вот. Соответственно, значит, основная претензия автора, что вот я открываю какую-то книжку, а в ней плохо результат изложен. Плохо изложен, все, значит, это все неверно, значит, науке неизвестно, значит, наука находится при наобороне. Ну, так сказать, вывод, очевидным образом, никак не обоснован. Огромное количество таких-то ляпов ужасно совершенно. Ну, я просто несколько назову, быстренько, как говорится, через запятую. Например, количество не может быть отрицательным. Вот есть, ну, про бесплату какие-то рассуждения, количество бесплатнее может быть отрицательным. Ну, автор нас хочет куда-то тащить в какое-то мрачное средневековье, когда отрицательных чисел не знали. У меня вот такое впечатление от этого. Энтропия нексемная величина, навязанная клаузусом. Ну, тут, так сказать, опять-таки, консферология сразу же лезет. Ну, про нексемную величину странно, потому что, так сказать, энтропия замыкает аппарат термодинамики и становится понятным, откуда берутся соотношения разные между такой сжимаемостью и сикой сжимаемостью, между зависимостью теплоемкости от объема и зависимостью давления от температуры и т.д. и т.п. масса соотношений термодинамических, которые прекрасно подтверждаются в эксперименте. Вот. Странное утверждение, потому что нельзя передать тепло от термостата температуры Т1 к газу температуры Т1. Корно эту, так сказать, проблему элегантно решает у себя. Я не знаю, так сказать, вроде бы мы Корно обсуждаем, да, он говорит, ну, пусть температура газа чуть-чуть меньше, тогда тепло будет перетекать. Ну, а дальше, так сказать, это чуть-чуть будем стремиться на дуну. То есть тут нет никаких проблем. Вот. R только для одноатомных, универсальный газ за постоянной годится, только для одноатомных газов. Тоже более чем странное утверждение. Уравнение состояния идеального газа абсолютно не зависит от того, какой газ. Одноатомный, двухатомный, там, здесь. Вот. И, скажем, просто внутренние противоречия, да. Вот насчет формулировки теоремы Корно тут тоже не очень понятно, как-то тут, видимо, грязные какие-то, так сказать, размышления. Значит, ведь Корно утверждал независимость КПД от рабочего тела только для цикла Корно. Он не утверждал, что для произвольной тепловой машины, работающей по произвольному циклу, такая независимость будет иметь микс. А вот для цикла Корно, который состоит из изотерма Адиабат, эта независимость будет иметь микс. Вот. И дальше, так сказать, вот в одном месте, например, в каком-то учебнике там доказывает формула для КПД цикла Корно для идеального газа. Отсюда, опять-таки, автор делает вывод, что она только для идеального газа верна. Потом, значит, автор говорит так, что вот как это у разных газов разная гамма, как-то у них может КПД быть одинаковый, если в качестве рабочего тела эти газы брать. А тут и может быть одинаковый. Вот в этой книжке, так сказать, показано, что с каким гамма, так сказать, не бери идеальный газ, все, один и тот же какой-то цикл Корно получается. Ну, то есть, вот как бы сам себе даже противоречит. Вот. Поэтому вот такое впечатление создается, но что просто подытоживая, автор читал плохие книжки и сделал отсюда неверный вывод. Вот, 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 что остается такое впечатление от прочтения всей этой критики Корно и так-то. Я хотел бы отдельно остановиться вот еще на чем. Там еще саму статью Корно он читает, но статьи 200-летней данности надо читать очень аккуратно. Надо исключительно точно представлять, что было известно, что было неизвестно. Вот к 1824 году, момент опубликования, термодинамики фактически еще как науки не существовало. Потому что, ну, смотрите, первое начало термодинамик, ну, давайте смеканник, аналогию буду, первый закон Ньютона не было известно. 1842-1847 разные авторы. Второе начало, ну, второй закон Ньютона будем считать, да? Так, по аналогии с механикой. 1865 год, Клаузиус. Уравнение состояния идеального газа, ну, уж идеальный газ, это система, которая в термодинамике изучена лучше всего, да? Уравнение состояния не было известно. 1834 год, Клоперон написал, 1874-й Менделеев, между ними там еще влезли Ренкин и Клаузиус в 1856-1857 годах. Да, был закон Бойли известен, закон Шарля, закон Гейлис-Сах, 1882-й год, 1882-й, извиняюсь, но это вот, Гейлис-Сах это уже совсем близко к Карно, считай. Дальше, скажем, уравнение Вандер Вальца, если говорить про неидеальные газы, 1873-й год, так? Теплоемкость, когда была введена, вообще само понятие теплоемкости, 1770-й, то есть тоже достаточно близко. Дюлон Гепти для этих самых твердых тел, тогда установили свой закон про теплоемкость, 1819-й, ну вообще накануне, соотношение Майера, которое ЦП равна ЦВ плюс Р, ну Майером было получено опять же сороковые, допустим, закон ЦП на Больссвен для излучения, 1879-й год, ну и так далее. То есть, я так понял, что автор идет же дальше, он, кстати, не только на Карно нападает, да, то есть, первое начало ему не нравится, и эквивалентность теплоты, и механической, так сказать, работы, значит, он против этого выступает. Дальше, второе начало ему не нравится, ну это, так сказать, энтропия, и если дезантропийные какие-то методы свои, это, значит, теорема Карно, это все тоже не нравится, а что остается, тогда вопрос, там, не знаю, вот это действительно вопрос как-то, вот будет. Вот, это что по первому, значит, пункту касаемо, касаемо второго пункта, эксперимент поджатие цилиндров. Значит, тут же хотел бы остановиться немножко подробно, потому что делается ошибка, характернейшая вообще для всех альтернативщиков. Значит, абсолютно неверное планирование эксперимента, абсолютное неумение делать оценки порядков величин, абсолютное неумение работать с подрешностями. То есть вот четко, так сказать, это 100% случаев наблюдается у всех, кто, так сказать, пытается вот так вот заниматься физикой, непрофессиональной. Вот, значит, в чем дело? Ну, вот, один из, один из главных моментов, да, по поводу того, там, адиабатный процесс или неадиабатный процесс. Значит, это оценивается очень просто. Насколько там важно выравнивание температуры во время адиабатного процесса. То есть, насколько теплопроводность стены, теплопроводность воздуха в самом объеме, насколько все это влияет. Этот процесс описывается уравнением теплопроводности, которое приводит к следующему выводу. Характерное время для выравнивания температуры зависит, во-первых, от размеров сосуда, в чем зависит пропорционально, прямо пропорционально, квадрату размера. И обратно, пропорционально коэффициент теплопроводности, ну, там температура проводит. Если мы возьмем для воздуха подставим оценку, то мы получим замечательные вещи совершенно. Ну, квадрат размеров, это понятно, да, увеличили размеры в 10 раз, увеличили время в 100 раз. Значит, для размеров порядка одного сантиметра. А я напомню, что автора цилиндра диаметром 32 миллиметра использовался и 40 миллиметров, да, то есть на самом деле это, так сказать, 3-4 сантиметра. Значит, для сосуда размером порядка одного сантиметра время установления равновесия температурного выравнивания температуры составляет порядка двух секунд. Две секунды. Значит, для сосуда размером 10 сантиметров уже 200 секунд. То есть уже 3 минуты. Значит, если сосуд размером не 10 сантиметров, а, допустим, возьмем ту самую 50-литровую бутыль, которая используется в опыте клеммана диаметрома, значит, то там будет размер ну, порядка 40 сантиметров, да, значит, все это будет еще в 16 раз больше. То есть не 3 минуты, а 3 раза 16, там, 48 минут, да. Полное установление, значит, полное выравнение температуры. Вот такие вот оценки. Поэтому, значит, когда автор говорит, что вот я заметил, что у меня очень быстро температура, так сказать, ползет за счет обмена с окружающей средой, что же, значит, пишут, что клеммана диаметрома за 1-2 секунды, значит, проведите процесс, он у вас будет одиабатанным. Вот потому и пишут, что объем бутылки в опыте клеммана диаметрома порядка 50 литров, у автора там порядка 50 кубических сантиметров. вот вот, так сказать, как поэтому и получаются такие разные порядки величин. То есть клемм диаметром, ради бога, хоть за секунду можете этот процесс проводить, значит, существенно отличаться от одиабатного он не будет. А в таких маленьких объемах, как вот в экскременте автора, там нужно проводить процесс, ну, там за сотни тысячи доли секунды, и только тогда он будет с хорошей точностью одиабатической. И вот это, собственно, главное возражение против вот того, что делает автор. То есть у него процесс глубоко-глубоко-глубоко-глубоко неодиабатический. Это показатель, который он измеряет. Ну, потому что показатель радиобат никакого отношения не имеет. Вот. Значит, ну, что еще? Еще там, ну, по поводу установления давления я забыл с ним. Значит, по поводу непрямоты и будет вопрос действительно тогда, по поводу непрямоты метода клеммон-дизорма. Значит, непонятно, о какой непрямости говорит автор. Абсолютно непонятно. Значит, в методе клеммон-дизорме всего два процесса. Первый процесс это радиобатическое расширение газа. Второй процесс это закорное нагревание газа. После того, как в экран закрыли, температура выравнивается с, значит, это самое, окружающим средством. Значит, причем вот этот самый второй процесс, он рассчитывается исключительно на основе уравнения состояния идеального газа. Значит, непонятно, с чем тут можно спорить. То есть, один процесс это именно тот, который мы исследуем. Второй процесс, его расчет основан только на уравнении состояния. Поэтому говорить о какой-то непрямоте, ну, это значит спорить с уравнением состояния идеального газа. Потому что вся эта непрямота, она, так сказать, уравнением состояния идеального газа прекрасно учитывается. Вот. Так что непонятно. Вот вопрос к автору будет, что он понимает под непрямотой методы Клеммена-Дизорова. Совершенно непонятно, что там. Это метод настолько прямой, насколько только может. Ну вот. Значит, другие методы, которые он тоже критикует по скорости, например, звуковых волн в воздухе. Куда тоже входит показатель Адиабат, так сказать, тоже достаточно прямой метод, потому что вывод, собственно, этой формулы для скорости ни на что не опирается, кроме как на механику. Вот. И это надо так, как он, ньютон уже спорить. Вот. Или, например, по длине стоячих волн. Тоже в некоторых лабораториях работают так определяют стадия для Адиабат. Ну, это, опять-таки, вариант, значит, определения по скорости. Вот. Так что вот что по второй части, значит, вывод такой. Имеется очень грязный эксперимент, в котором процесс далеко-далеко-далеко не Адиабатический. То есть насколько далеко, насколько, как это, только можно. Значит, Клеммон-Дезорм очень в хорошей точности Адиабатический, ну, вот по причине, так сказать, тех оценок временных, которые я рассказал. Вот. А здесь все как раз наоборот. Вот. Ну, и как бы имеется очень странная критика, значит, вот, методов определения вот этого показателя Адиабаты, что вот это все непрямые методы, это все, значит, нехорошо, а вот мой метод самый прямой, и он единственным правил. Третья непонятная. Хотелось бы, чтобы автор ее как-то, конечно, повесил. И, наконец, третий раздел, это раздел касающий собственной теории актора. Ну, я тут, так сказать, просто три быстренько, потому что я и так уже долго говорил, да, и, наверное, уже надоелся. Вот. Три явных ляпа я выделить хотел. Значит, актор нам предлагает считать, что движение молекул в газе не является хаотическим, а что они там образуют решетку, такую же, как в твердом теле, ну, за исключением того, что в твердом теле у вас там порядка 0,3 нанометра в период решетки, а здесь он в 10 раз больше, ну, 3 нанометра. Эти вычисления там в файле производятся, да. Вот. Так вот, если у нас в воздухе есть решетка, то возникнет анизотерапия. В частности, возникнет анизотерапия скорости звука. В одну сторону скорость звука, так сказать, должна одно значение иметь, а в другую, другое. Ну, там, в частности, зависит от решетки, конечно, но в кристаллах это прекрасно наблюдается. Анизотерапия скорости упругих волн в кристаллах это вот книжку откройте в кристаллу, и вы там это увидите. Значит, то же самое должно быть в воздухе. Никто никогда не видел. Еще одно, связанное с кристаллической решеткой. Известно, что если рентгенчиком с длиной волны, ну, вот как раз 0,3 нанометра посвятить на кристалл, то получается дифракционная картина. Вот, рентгеноструктурный анализ, да, на этом основе. Вот. А, соответственно, если рентгенчиком помягче, в 10 раз по длине волну, посветить просто через воздух, должна быть начать дифракционная картина. Вот на той самой решетке, которую нам предлагает автор. Никто никогда не наблюдал. Вот, делали бы рентген 100 тысяч раз, да, флюорографию, там, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Чего-то никогда на снимке никакой решетки нет. Ну вот, значит, это раз. Два. Ну, там есть чисто теоретический такой ляк, очень странный, значит, нам предлагается некий универсальный закон обратных квадратов, который, на самом деле, справедлив либо для зарядов, либо для масс. Ну, там утверждает, что он для магнитов справедлив. Конечно, для магнитов он не справедлив взаимодействием магнитов. Ну, если это не магнитный то это единица на R4, а никак не единица на R2. А взаимодействие нейтральных молекул, а молекулы все-таки нейтральные, как не крутить его, это что-то типа вандервальцевых сил, тут про них говорили много всяких гадостей, на самом деле вандервальцевые силы, конечно же, выводятся из механических объяснений вандервальцевых сил. За счет, так сказать, поляризации электронных оболочек атомов или молекул оказывается, что на больших расстояниях они взаимодействуют силами профессиональными, я не помню, какой-то шестой, по-моему, обратная единица на R6, там что-то получается, или что-то такое. В общем, по поводу андервальцевых сил есть, есть вывод в антонометоническом, конечно. Это не просто, так сказать, износы на поле. Вот. И третий, значит, пункт. Это нам предлагается считать, что теплота и вообще, так сказать, все это такое, это все вот излучение. Вот. Ну, это все какое-то, так сказать, совершенно непонятное, потому что по порядкам это на один из порядков не сходится. Если мы, например, возьмем обычное излучение, так сказать, твердого или черного тела, за вот этот план, пусть я возьмем закон Стефану-Больсману, считаем, какое давление при комнатной температуре это оказывает, то это на 2 на 10 минус 6 паскалей. И до того, чтобы как соперничать с тем давлением, которое реально оказывает газы при этой температуре, 10 в 5 паскалей, тут 11 порядков нам не хватает. Поэтому понятно, что эффекты излучения, они в термодинамике газов, конечно, никакой роли не играют. Для этого должны были поля быть там на 5 порядков больше, а при этом, так сказать, то есть, конечно, вся структура атомов и молекул, она бы полетела и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так что вот такие мысли возникают по прочтению, так сказать, ну и частично прослушные доклады. Ну все, я закончу. Алло. 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 Егор. На меня что-то... Не понимаю. Значит... Да, Черногоров. Значит, на меня все перекинуто. Как я понял? Да, перекинуто. Егор Васильевич. Да, я просто там отрубился, может, от проблемы, я за другим компьютером. Ах, хорошо. Просто... Я, получается... Кого есть вопросы, так, ребята, задавайте. Ну так рулите, Николай, рулите. Да, Николай. Я сейчас компьютер просто сейчас там перезагружаю. У себя достаточно, поэтому... Ну давайте... Ну мне проще, если кто-то через чат вопрос задает, я дам ему слово. Да, давайте. Если есть кого-нибудь... Вопросы какие-нибудь предлагают? Ну да, вопросы есть через чат. Пишите на Черногорова. Я вам микрофон включу. Если ни у кого нет вопросов, тогда мы предоставим Петр Ивановичу слово. Последнее, либо какие-нибудь там комментарии, либо что-нибудь. Заключительное. Да, зоня заключительное. Последнее не надо, последнее не надо. Ну да, последнее, если не хорошо я сказал. Петр Иванович? Да. Вы что-нибудь сказать нам хотите? За позицию Теребудова, это, по-моему, тот, который одним из модераторов на ДСД игрек работал, да? В позиции Теребудова мне, как бы, было ясно. Изначально ничего нового не сказал. Основное, что у него доклада прозвучало, что он прочитал по диагонали. Ну, это и заметно. Можно мне, как бы, сказать просто. По другому поводу ничего. Чискать читает внимательно. Ну, хорошо, предположим, что, ну, можно и так. На конкретные вопросы вы тоже не желаете ответить, я правильно понимаю? Какой конкретный вопрос? Ну, я их чуть-чуть две слышал. Конкретный вопрос, что останется от термодинамики, когда вы тут ликвидируете первое и второе начало? Вы же к этому призываете? Секундочку. Кто сказал, что я ликвидирую второе начало? Вы же против энтропии, а энтропия как раз и есть то, что... Энтропия не имеет никакого отношения ко второму началу. Нет, вы глубоко ошибаетесь. Энтропия к третьему закону. Нет, нет, нет. Вы почитаете, так сказать, это самое, что-то в аудио с 1935 году. Энтропия не имеет никакого отношения ко второму началу. Энтропия, это понятие, которая вообще не нужна в термодинамике. Вот и все. Нет, секундочку, секундочку. Ну, давайте, давайте. Если вы не разобрались, вы лучше не это самое, не такого. Вы лучше почитайте сначала, что не такого, не по диагонали, а хотя бы почитайте в числе литературы. Я понял, что, значит, вас... Хорошо. Давай, мы этот спор сейчас прекратим. Так, к сожалению, у меня нет властной руки, которая включила... Виталай Черногоров, можете мне, Ярославу Григорьевичу, передать права? Что сделать? Можете нажать, передать права Ярославу Григорьевичу? Моголик Морозов, Северский термодинамик, Северский термодинамик, Северский термодинамик, Северский термодинамик. Размите по нему права. Это одна из наиболее свежих семей, с которыми у нас был вопросов о теореме, а так вот одно. Дальше, ну, братьев Кикоэнов, да, оптику физики, 76-й год. Ну, наверное, уже он старел. Еще более старый, Кудрявцев, БЭБЭ, Курс физика, 75-й год, теплотая молекулярная физика. Ландау Лихет, статистическая физика. Ландау Ахи Эзер Лихет, Курсовской физики. Дальше, что у нас есть? Севухин, оптику физики. Дальше, Серха Арвергова, Элементарная термодинамика. Дальше, Фейнман Лейтенсен, Северский термодинамик. И, короче говоря, могу добавить еще этого самого. Термодинамику, термию и так далее. То есть, если Перегудова не устраивает, то я в своих работах, скажем так, соотнесся к трем Нобелевскому лауреатам по физике, я не знаю, что им нужно. А вообще рекомендую Перегудову почитать внимательнее и по диагонали, и все свои претензии, если вы хотите репетензии по физику, вы сделали. Насчет чистоты эксперимента, разница между мной и Перегудовым всего лишь одна. Я провел эксперимент, он нет. Вот и все. Хорошо. У нас большая проблема в том, что здесь те друг друга знают. Поэтому у нас хорошего разговора не может получиться заведомо. Ну, позиция, в общем, ясна. Ну, были вопросы, не были ответили, не ответили. Ну, ладно, это уже второй момент. Здесь, я думаю, каждый сам правильный выбор. А можно второй вопрос, как бы, повторить? То есть это был первый конкретный вопрос, второй вопрос конкретных авторов у меня тоже был. Нет, ну, я понимаю, так сказать, ответ автора, так я понимаю, сам дурак, так сказать, я тебя слушать не буду, потому что ты, ну, так сказать, потому что ничего умного сказать не можешь. Я это заранее знаю. Ну, как бы, так сказать, ну, понятная позиция, но... Понятно, что с такой позиции, конечно, трудно что-либо обсуждать. Ну, ладно, значит, по поводу того, на кого вы ссылаетесь, я с этого начал, собственно говоря, с того, что я прокомментировал список литератур. Список литературы, разумеется, прочитал. А здесь-то я просто не смог отдалить физически, потому что он очень длинный. Не надо писать таких длинных текстов. Вот. Значит, ну, надо как-то кратко «Сестра таланта» там как-то... Второй вопрос какой был? Значит, а по поводу Клаузуса и Энтропии вы не правы. Вот, если вы возьмете работу Клаузуса 1865 года, то формулировка второго начала именно и состоит в том, что существует интегрирующий множитель для первого начала термодинамики, ну, для теплоты, в которой есть обратная температура. То есть дельта Q, количество тепла, равно t умножить на ds. Вот и все. То есть, если вы количество тепла дельта Q на обратную температуру умножаете, то получаете полный дифференциал, какой-то новый функции. Ну, новую функцию я назвал Энтропией. Так что это формулировка самого Клаузиуса. Вы просто, так сказать, как говорится, ну, против исторической сейчас правды фрете. Говорят, что Энтропия не имеет отношения к второму началу. Имеется она напрямую. Ну, ладно, бог с ним. Давайте второй вопрос все-таки, ну, более интересный, потому что он касается эксперимента. Почему вы считаете, что эксперимент Клеммана-Дизорма, он непрямой? И почему вы вообще, так сказать, против непрямых экспериментов? Все, непременно надо сжимать, значит, газ в цилиндре, коршни. Больше никак нельзя определять и показать о диамках. Скажите, пожалуйста, у вас есть опыт экспериментальной работы? Ну, какой опыт экспериментальной работы? Ну, скажем, я прошел физический практикум на физ.факе МГУ. Это 12 лабораторных работ в семестре, в течение 4-х семестров, а потом еще по 5 работ, еще 2 семестра. В частности, методом Клеммана... Вы задали вопрос. Давайте не будем сейчас переходить на личности. Дмитрий, вы задали вопрос. Нет, нет, я ради бога, я, пожалуйста, я скажу. В частности, вот эту лабораторную работу я делал методом Клеммана-Дизорма, будучи студентом, так сказать, и получал нормальное значение, вполне, так сказать, укладывающееся, без всяких подгонок, без ничего, вполне с учетом погрешности, соответствующей теоретическому значению 1,4. Я сроду не подгонял. Я могу рассказать случаи, когда я получал результаты, которые, ну, удивляли преподавателя, но при этом я мог обосновать их. Я знал, что именно так должно получиться. А, так сказать, не иначе. Я разбирался, почему так получается. И преподаватель вынужден был, так сказать, признать мою правоту и засчитать лабораторную работу. То есть все, вот вы там с нейтрологическими какими-то измышлениями занимаетесь, это все абсолютно не соответствует истине. Потому что я-то учился в университете, я-то знаю, как на самом деле это все происходит, как ведут себя преподаватели, как ведут себя студенты, как все это на самом деле. Я через это все прошел сам, я все видел с твоими глазами. Так что, все-таки вы, поясните, почему вы считаете метод клеммана дезорма непрямым? Потому что метод клеммана дезорма, он непрямой метод. Нет, ну... Значит, если вы откроете... Железная логика. Вот это железная, конечно. Физический смысл авиаклатных процессов, вы прочитаете там главу ШЭС, там совершенно честно написано, почему метод клеммана дезорма является непрямым. Повторяется, я как бы не вижу смысла. И там написано совершенно четко, почему, то есть, какие результаты могут получаться при использовании метод клеммана дезорма. Это как раз совершенно метод, результаты, которые получаются по методу клеммана дезорма, как раз нормально впитываются в эту самую B. Я вот вторую, так сказать, часть, это первая часть у вас, по размышлению про Карнова, очень длинный, я не смог ее одолеть. А вторая, так сказать... Второй текст, он более-менее, так сказать, да, приличного объема. И я-то его одолеть смог. И я, так сказать, читал. И у меня этот вопрос возникает именно потому, что никаких аргументов пользуют, так сказать, того, что вот этот непрямой метод, его нельзя применять, текст у вас не приведено. Давайте я еще раз повторю то, что я вот сейчас в комментариях говорил. Значит, у метод клеммана дезорма проводятся всего два процесса. Первый процесс – это адиабатическое расширение, которое нас интересует. И второй процесс – это изохорное нагревание. Значит, единственная непрямота связана с тем, что присутствует помимо адиабатического расширения еще и изохорное нагревание. Но это изохорное нагревание, оно, так сказать, обсчитывается на основании уравнения состояния идеального газа. Поэтому, если вы сомневаетесь в том, что как-то это самое, так сказать, можно таким образом определять показатель адиабаты, следовательно, вы спорите с уравнением состояния идеального газа. Сергей Юрьевич, как вас зовут, извините? Меня зовут Дмитрий. Дмитрий, еще раз вам объясняю. Смечевым словом в вашей речи было слово «пересчитывается». Больше ничего говорить не надо. Если что-то пересчитывается, то этот метод измерения, он не прямой метод. На самом деле, что такое у нас показатели адиабатов? Адиабатов? Это, кстати, если бы вы его прочитали внимательно, то прочитали, что я занимался не только сжатием, но и расширением. Ну, хорошо. Так же. Это во-первых, да? Значит, и поэтому я могу вам сказать, что следующий момент, значит, вот, разница такая. Вы можете, значит, говорить как угодно, что угодно, но на самом деле метод Климана Дизорма это не прямой метод. Если вы не верите мне, можете обратиться к журдинским коллективам, которые как-то понимают, что это вот и там, вы с эмоциональными работами. Ваши лабораторные практики, ну, не знаю, как всегда вы сейчас обратите? Обратите в ту же технологию, что вам там помогут. Нет, я вашим ответом не дует творён. Вы опять? А вас надо проводить эксперименты, и почему надо проводить эксперименты? И, пято, все их отходы. На самом деле, ваш выпуск, насчёт того, что я якобы не знаю, как, значит, проводить, как оценить результаты эксперимента? Именно так и есть. Вы знаете, на этот дурацкий выпад я даже не хочу никак это самое ничего говорить. Это данное поведение по отношению к лектору. Вот и всё. Вот и всё. Поэтому я бы хотел, чтобы мы с вами просто закончили на этой самой спокойной ноте. Значит, как только вы сможете провести какой-нибудь один нормальный эксперимент, хотя бы, допустим, повторить, так, как вы считаете нужным, так, как вы считаете полезным, то, пожалуйста, проведите. Я его провёл в будущем студентом. Кстати, могу сказать ещё один. Значит, вот, с недавних пор я тут заинтересовался одним моментом. Значит, один момент заключается в том, что, в основном, прилавнивание у нас теплоты к механической работе пошло с того момента, как Зоу сделал заявление в своей академии наук насчёт того, что он проводил такой-то эксперимент по увеличению, значит, температуры воды при перевешивании этими локочками. Да? На самом деле, я так полагаю, я не извинён в этом на 100%, но, скажем так, на 99%. Ну, спинология опять, да? Ну, что Джоуль эти результаты процессовал. Вот, кстати, можете заняться вот этим вот вопросом. можете сделать точно такую же вертушку, какую сделал Джоуль. В Википедии есть фотографии этой вертушки. И можете осуществить его провести на новом, скажем так, и день на подростковом году. И давайте мы оценим, значит, право был Джоуль или неправо. Вот это будет вам как бы полезное задание. Сможете вы это сделать? Когда будет у нас о всём разговаривать? Не сможете его сделать? Ну, понимаете, человек, который делал эксперименты только на лабораторных работах, для меня не верит авторитет. Так, это замечательно, что мы на личности перешли. Ну, это, конечно... Давайте не будет и всё. Давайте... Ответ опять там дурак. Ну, ладно, бог с ним. Я всё-таки хотел бы в третий раз задать этот вопрос. Значит, всё-таки вы поясните, а чем вас не устраивает непрямота? Я согласен, что он, так сказать, непрямой в том смысле, что помимо одиабатного есть ещё и запорный процесс нагревания. Чем вас не устраивает непрямое измерение? Всю эту непрямоту я могу учесть уравнением состояния идеального газа. То есть вы либо в уравнении состояния идеального газа, тогда должны сомневаться, либо я не понимаю, чем вас не устраивает эта непрямота. Вот вы конкретно на вопрос можете без конспирологии, без перехода на личности, без демагогии ответить? Можете или нет? Мне хотел бы хоть один конкретный ответ на конкретный вопрос услышать. Как только вы принимаетесь перечётами в соответствии с какой-то там формулой, в соответствии с какой-то там теорией, вы тут же и тут же откроете от методики самый прямой. А на самом деле, чем проще методика, чем достовернее бюджет. Это при условии, что вы своей методикой можете обеспечить одиабатный процесс. Если вы не можете своей методикой обеспечить одиабатный процесс, то лучше как раз, не прямая Дмитрий, у меня процесс сжатия или разрежения длится доля секунды. Вы использовали хотя бы раз метод Климана-Безорма. Поэтому у вас, кстати, проходит по времени процесс якобы адиабатного расширения. Вы меня слушали или нет? Я этому как раз посвятил. Все понятно. Вы можете ответить на это? Я вам ответил на это. Я в своих первых комментариях, которые я говорил, я это подробно прокомментировал. Вы это все, видимо, пропустили мимо ушей. Поэтому я подробно комментирую еще раз, специально для вас. Значит, время, в течение которого выравнивается температура, оценивается следующим образом. Это квадрат линейных размеров сосуда, деленный на коэффициент температуры проводности. Я отмечаю для вас специально, вы этого не понимаете, что время пропорционально квадрату линейных размеров. Это означает, что если вы возьмете в 10 раз больше по размеру сосуд, то время вырастет в 100 раз. Теперь численные оценки. Если подставить коэффициент температуры проводности, значит, ну идеального газа при температуре 30 кельвина. То получается, что для сосуда с линейными размерами порядка 1 сантиметр, а это ваш цилиндрик. Время выравнивания температуры 2 секунды. А для сосуда с линейными размерами 10 сантиметров, а это намного меньше, чем та бутылка 50-литровая, которую я использовал в опыте Клемона Дизор. У меня там было по 40 сантиметров размер. Будет время выравнивания уже 200 секунд, то есть уже 3 минуты. То будет ли у вас процесс адиабатным с хорошей точностью или нет, зависит от того, насколько быстро он проходит по сравнению со временем выравнивания температуры в сосуде. А это время катастрофически разное. В методе Клемона Дизорма с 50-литровой бутылкой, где это, так сказать, несколько десятков минут реально будет. Потому что если я возьму не 10 сантиметров, а те 40, которые там реально есть. И в вашем методе, где это составляет в порядке нескольких секунд. Поэтому вы должны проводить свой адиабатический процесс намного быстрее, чем он проводится в методе Клемона Дизорма. В Клемоне Дизорме за секунду вы его провели, и он будет с хорошей точностью адиабатическим. А у вас за сотые и тысячные доли секунды его надо проводить, чтобы у вас была малая погрешность. Чтобы у вас действительно был адиабатический процесс. Я все эти оценки говорил с самого начала. И вы опять, так сказать, на этом оцените. Вот теперь-то хоть поняли, что от линейных размеров зависит время. Причем от квадрата линейного размера. Поэтому, взяв вот этот маленький цилиндр, вы сами себя загнали в угол. Я себя не загонял в угол. Да, сами себя, потому что вы должны за тысячные доли секунды успевать все это сжать. А у вас процесс совершенно не адиабатический, в том-то и дело. У меня процесс адиабатический. А вот в методе Климана Жизома, когда этот процесс, скорее, не идет полторы секунды, он идет слишком длительнее. На самом деле, скорость этого самого... У меня нет никакого выравнивания температуры, о котором вы сейчас долго и много рассказываете. Выравнивания температуры у меня нет. На самом деле, процесс происходит адиабатический очень быстро. В течение десятых или даже сотых долей секунды. Если есть желание, то можете взять цилиндр побольше размера. Но дело в том, что я не имею возможности взять цилиндр большего размера, затопить его себе в кухню вместе с каким-нибудь прессом, и начать его это самое. Это взгляд в смысле сжимать или разжимать. Это возможность сделать только лишь нормально в персональном лаборатории. Такими возможностями обладает у нас тот же самый у нас университет, наверное, МГУ, наверное, Санкт-Петербургский университет, и, наверное, еще какой-то из университетов. На самом деле, значит, все, что вы сейчас наговорили, это все полнейший тир. Если есть желание проверить результаты моего эксперимента, надо просто сделать нормальный цилиндр из нормального габарита, который хотите. Хотите, 50-метровый хотите, и чем больше. Сделайте его. Я это делал в самом практике. Давайте я сначала задеваю, а потом вы будете. Давайте. Но вы просто не о том, вы куда-то в сторону. Вы опять начинаете переводить. Значит, так вот. Можно это все сделать и проверить. Правда или неправда. Пока что все ваши слова, это на самом деле легко использовать. Все. Нет, знаете, в чем дело? Я измерял показатели адиабат, я сам делал этот эксперимент. Давным-давно будучи студентом в практике, методом клеммонодезорма. Значит, я так и не услышал от вас четкого ответа на мой вопрос. Чем вам не нравится метод клеммонодезорма? Значит, мы дошли до того, что в методе клеммонодезорма есть адиабат. Нет, вот последнее возражение, которое вы мне сказали, что в методе клеммонодезорма происходит быстро, и медленно все происходит, и поэтому не адиабатично. Я вам сейчас объясню. Первый процесс, который в течение от полутора-двух секунд в процессе упустяний лоза, он не адиабатический. Он в достаточной степени адиабатический? Нет. Еще раз. Я вам только что объяснил, что нет такого понятия, что вот столько-то времени адиабатический, а столько-то времени не адиабатический. Это зависит от размеров сосуда. Вот в методе клеммонодезорм берется сосуд таких больших размеров, что даже те самые 1-2 секунды, если вы проводите процесс, реально он проводится, проходит процесс за одну десятую, он там, нет, реально газ выходит за одну десятую секунду. Но даже если вы возьмете 1,2, то все равно процесс будет в достаточной точности адиабатический. А вот то, что вы у себя делаете, то, что вы у себя делаете, из-за того, что у вас очень маленькие сосуды, у вас отступление адиабатичности, получаются достаточно большие. Вот, как бы, я вам на это ваше возражение ответил. Потому что вы проигнорировали, понимаете, мое возражение, от этого оно никуда не делалось. Уравнение теплопроводности никуда не делалось, и характерное время, так сказать, выравнение температуры, никуда не делалось от того, что вы проигнорировали. Вы мне все-таки объясните, вот, чем вам не нравятся косвенные измерения? Вы против уравнения состояния идеального газа? Вы в нем сомневаетесь как-то или что? Почему я не могу уравнение идеального газа привлечь? Почему вы настаиваете именно на прямых измерениях? Во-первых, уравнение идеального газа, оно вообще для чего? Уравнение состояния идеального газа нужно для того, чтобы обсчитать изохорное нагревание в методе клеммана дезорма. Уравнение идеального газа справедливо для чего? А для чего оно справедливо? Оно справедливо для идеального газа, которого в природе нет. Воздух в достаточной степени... Нет, вот, нет, не согласен. Вы сами доказали... Нет, секундочку, можно я скажу? Вы же сами делали эксперимент по проверке закона Бойле-Мариотте. Закон Бойле-Мариотте – это частный случай уравнения состояния идеального газа, извините. ПВ равно константа при постоянной температуре. Это, так сказать, кусочек уравнения. И вы сами его проверили на тех газах, которые вы использовали в своем эксперименте. Разве нет? Дмитрий, вы не правы. Вы не правы по той простой причине, что на самом деле закон Бойле-Мариотта – это экспериментально установленный закон, который нормально действует в рамках нормальных условий. от условий где-то даже от 0,1 до 10 атмосфер, при температуре, в принципе, которую вы далеки, вдалеки от физической температуры. Не надо говорить на счет того, что якобы закон Бойле-Мариотта выходит из уравнения идеального газа. Закон Бойле-Мариотта – это уначально экспериментальным образом установленный закон. Ну, хорошо, ради бог это сказать, но и… А уравнение идеального газа – это лишь уравнение, и как раз которое проведено есть для идеального газа. Поймите, это одну простую вещь, что между идеальными вещами и реально существующими в природе большая разница. Это вам, как человеку, который ни разу не занимался непотребляющей техникальной работой, неизвестно. Но вы почему-то настаиваете на эту вещь? Не-не-не, секунду. Если это Climane Desorme, Climane, а не Climane, Climane, потому что французский. Ясно. Climane Desorme заключается в том, что там изначально меняется масса газа, которая сомневается в этом баке. Значит, те остальные рассуждения, то есть, на самом деле, уже только, только, приходя из этого, уже, возможно, какие-то эти самые, то, что вы изменяете массу газов в процессе этого самого исследования, докладывают свои какие-то ощущения. И, на самом деле, у меня в статье показано, что именно теми великинами показателей авиапазы, которые существуют у реальных газов, именно такие великины вы можете получить при использовании Climane Desorme. Вот и все. Нет, давайте так. Получая какие-то результаты по методу Climane Desorme, вы их как раз получаете, вы их получаете именно такими, которые вписываются в Мари-Киеве. Давайте все-таки по поводу уравнения состояния, потому что вопрос был по поводу уравнения состояния. Значит, уравнение состояния идеального газа. Уравнение состояния идеального газа, оно и говорит, кто, во-первых, там и присутствует, буковка R, которую, как вы называете? Нет, секундочку, секундочку. Мы с вами, наверное, про разное говорим. Вот вы напираете на то... Уравнение состояния идеального газа, уравнение... Да, вы мне дадите еще чуть-чуть сказать, или, так сказать, сами будете только говорить. Я думал, вы закончили. Дайте я, так сказать, отвечу. Вот ваше возражение сейчас состоит в следующем, насколько я понял. Вы опять много лишних слов сказали, а можно было в одно предложение сказать. Что закон уравнения состояния идеального газа, это, так сказать, кто-то из носа наковырял. А вот закон Бойля-Мариотто, это экспериментальный закон. Значит, это неправда. Это просто неправда. Значит, уравнение состояния идеального газа. Написал Клаперон на основе обобщения законов Бойля-Мариотто, Шарли и Гейлиус Сака. И закон Бойля-Мариотто и закон Шарли и закон Гейлиус Сака, это, так сказать, все экспериментальные законы. Экваперон просто, так сказать, все это собрал до кучки и сказал, что смотрите, ребят, вот они три разных процесса исследовали, а все это можно вместе записать, значит, так, так сказать, универсальное некое уравнение состояния вот тех газов, которые... Потому что это сейчас называется уравнением состояния идеального газа, ну, это некая дань традиции. На самом деле, ровно такое же об общении экспериментальных газов. Вы имеете в виду под уравнением состояния идеального газа уравнение Клаперона? Да более того, для изохлорного процесса, я не помню, кто там, Гейлиусак или Шарль, экспериментально просто установил уравнение. Еще раз, Дима, для уравнения, то есть закон состояния идеального газа, вы имеете в виду уравнение Клаперона или уравнение Менделеева Клаперона? Ну, вы знаете, чтобы не было лишних споров, давайте просто Клапероны. Хотя, с моей точки зрения, это одно и то же. Но с вашей может быть разное, давайте, чтобы не было лишних споров. Здорово. С вашей точки зрения, это одно и то же. На самом деле, с моей точки зрения, это одно и то же. Ну, не надо к этому привязываться. Мне, для того, чтобы вы переставите на корни... Секунды, секунды. Это полная пропаса в этом самом, как его знаниях, этого предмета. То есть для вас уравнение Клаперона и уравнение Менделеева Клаперона одно и то же? Да, конечно. Это одно и то же. По сути, это одно и то же. Нет, у вас одно и то же. У меня это не одно и то же. Ну, я про это и говорю. Чтобы не спорить, пускай будет уравнение Клаперона. Чтобы вообще не спорить, давайте будет просто уравнение, я не помню, кого, Гею Люсака, кто из охорный процесс исследовал. Я просто сейчас не помню наизусть. Так вот, я вам все могу сказать, что любые процессы, которые проверялись экспериментально, Боря, Мариотом, Дей-Люсаком или Хавлем, все эти процессы подозревали, что они выполняются при неизменной массе газа, на которой все имеют операцию. Значит, на самом деле, при методе Клеймана-Дезорма, значит, масса газа меняется в процессе этого эксперимента. Все. Больше ничего говорить не надо. Ну, как не надо? Понимаете? А чего как не надо? Все остальное уже... Я вам сейчас объясню. Я вам сейчас объясню. ...и нет никакой под себе сути. Я вам сейчас объясню. Опыт опыта проведения экспериментальной работы, на выпуске, может, суете, что область, которую вы вообще ничего не понимаете. Нет, по-моему, как раз это вы суете, что область, где вы ничего не понимаете. Ну, ладно. Я сейчас вас обоих выключил от звука, и такое маленькое обращение. Мы и так здесь уже сидим долго, и большинство, большая часть вашего разговора – это перепалки. Так что давайте все-таки попробуем. Кто-то задаст вопрос, и если на этот вопрос не получается никакого ответа, или никто не может, или никто не хочет дать вопрос, то просто нет смысла. Вы уже по сто раз сказали друг другу одно и то же, но все для себя какие-то выводы сделали, поэтому не стоит. Просто бесполезно это получается спор. Нет, это все правильно. Я хотел бы все-таки сказать краткий комментарий. У меня нет больше вопросов. Краткий комментарий по поводу, значит, адиабаты в методе Клеммон-Дезурма. Значит, там часть газа действительно выходит наружу, но это никоим образом не отменяет тот факт, что у того газа, который остался в сосуде, вот с ним проходит вполне себе адиабатический процесс. То есть то, что кусочек газа вышел наружу, это, так сказать, ну, ни на что абсолютно не влияет. А тот, который остался внутри, но он сначала не весь объем занимал, а немножко поменьше, а потом он стал весь объем занимать. Вот, вот с ним и происходил адиабатный процесс. Так что я тут не вижу никакие-то эти слова. Ну, все, да, хорошо, спасибо, Дмитрий. Так, я теперь даю, попытаюсь дать слово Ивану. Иван, у вас слово есть, вы его держите. Дмитрий, во-первых, пообщаться с вами в эфире в прямом. Вы сказали, что вот отношение сосудов и время регистрации. И вы его примерно определили, где-то, ну, сотня отношений вот этого. Вот для того сосуда, который вы назвали, он, ну, так и есть примерно. Ну, дело в том, что для автора сложили там что-то такое похожее. Там у вас, значит, сколько-то там, несколько минут, время регистрации две секунды. У него время процесса, значит, там десятки секунд, время регистрации, ну, там десятые доли секунды. Так о чем сэрборд тогда? Вот вопрос такой. Отказываю. Значит, ситуация такая. Что? Подождите, Дмитрий, если можно, пусть Дмитрий ответит, хорошо? Да. Странная ситуация, когда недокладчик отвечает. Ну, ладно, это не важно. Может, действительно, это вопрос о том, что я увидел, я увидел в чате, да. Значит, тут суть в чем, значит, то, что я оцениваю время, да, допустим, две секунды, это время полного установления равновесия в сосуде вот таких размеров. Значит, это... Извините, я... Дело в том, что вы говорили... Нет, нет, нет. ...сантиметр, а у него... Нет, нет, нет. Нет, 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 секундочку. Понимаете, если у вас диаметр 32 миллиметра цилиндра, то для того, чтобы у вас... Нет, у вас центр отстоит радиус, стало быть, 16 миллиметров, да. Значит, для того, чтобы тепло успело от стенки, у вас откуда тепло-то идет от стенки, да, или наоборот, чтобы оно в стенку успело уйти. Значит, чтобы оно, допустим, от стенки успело дойти до центра, то есть, чтобы температура полностью выровнялась по всему объему, как раз, так сказать, полтора сантиметра и наоборот. Поэтому я использую ее в порядке одного сантиметра. Ну, возьмите полтора сантиметра, будет там в два раза больше, потому что от квадрата зависит. Дело не в этом. Значит, там время получается... Ну, пускай порадка двух секунд, даже пускай порадка трех секунд, четырех. Это не суть важна. Значит, суть важна что? Для того, чтобы обеспечить приемлемую точность. То есть, когда у вас идет процесс, вы его считаете адиабатическим. Но при этом у вас в части объема действительно идет адиабатический процесс, то есть, туда тепло еще не дошло. А в части объема вашего идет, на самом деле, термический процесс, потому что он уже обменялся теплом с внешней средой, и там температура уже установилась такая же, как во внешней среде. Вот. Это понятно, что термический процесс, у него, так сказать, показатель равен единицы. Да, ПВ равно константа. П равно единица на В. А для адиабатного процесса, то есть в степени гаммы, там показатель гаммы. Значит, когда у вас полобъема, значит, так, а полобъема сяк, у вас показатель будет где-то между гаммой и единицей. То есть, вот эта вот теплопроводность, которая, так сказать, идет во время якобы адиабатного процесса, она у вас тащит показатель гаммы вниз. Что, собственно, и происходит, на мой взгляд, вот в опытах, значит, автора. Можно я, два слова еще, значит, вот для того, чтобы у вас достаточная точность была, то есть, допустим, там, ну, процент, я не знаю, 2%, да, у вас вот этот вот объем, который успел обменяться теплом с внешней средой, он должен составлять тоже, там, ну, процент, 2% от объема. Для этого он должен быть существенно меньше. И для этого время, которое вы затрачиваете на диапазонный процесс, должно быть существенно меньше вот этого полного времени установления равновесия. То есть, если у вас там время, установленное из-за 2 секунд, ну, там, возьмите в 100 раз меньше, да, 2 сотых секунды, или, может быть, даже в 1000 раз меньше. Это надо конкретно оценивать, это можно оценить, так сказать, но это надо более сложную задачу решить, в состоянии этих классов, так сказать, и о том, как это влияет. Игорь, вот я же про это и говорю, ну, сотни отношений, время регистрации, время процесса. У него, ну, не сотни, а у него 53% раз. Ну, пусть у него, значит, у автора, там, 5% погрешности, понимаете? То есть, у результаты, до 5%, это неплохая точность, вообще говоря. Сейчас, Иван, да, я понял вас. Значит, вы понимаете, в чем дело? Да, дело в том, что автор, вот, и я на это обращал внимание, он не оценивает погрешность вообще никак. Он приводит результат, а ни одной погрешности вы в его технике не найдете. Если же действительно оценивать погрешности, честно, вот, как вы говорите, там, 5%, сколько процентов, то окажется просто, что в диапазон, так сказать, с учетом погрешности попадает 1,4. И таким образом результаты автора нисколько не противоречат, так сказать, вот, всему, что мы знаем, да, из большой науки, а наоборот с этим согласуются. Вот, слушай, я абсолютно уверен, что если честно, так сказать, оценить погрешность в опыте их автора, то окажется, что 1,4 попадает в интервал. То есть у него там 1,3, а будет плюс-минус, наоборот, 0,2. Ну и все, у него, значит, от 1,1 до 1,5, так сказать. Ну давайте услышим автора на эту тему, что он скажет. Ну, пожалуйста. Вы слышали нас, пожалуйста, насчет погрешности. То есть вот, ну, Дмитрий, это существенное замечание, но я так понял, что у вас регистрация очень быстрая. Такая-то там будет. Так, понял. Значит, ситуация такая, что с помощью АЦП, с помощью АЦП, я мог снимать показания с декородовления, ну, с частотой практически 250 кг в секунду. На самом деле, то есть это в 1 секунду можно было снимать 250 тысяч отчетов. Ну, на самом деле, как я вам уже сказал, что все-таки есть какие-то перебанения, поэтому, значит, я снимал с меньшей частотой, и, помимо всего прочего, вывел забаву, то сниму ничего и выключил. Но при этом получалось по 30 этих самых отчетов в течение секунды. Это то, что касается измерения давления. Дело в том, что точно так же с такой же частотой снять показания по температуре не представляется возможность. По какой причине? Потому что даже самые, значит, малогабаритные и образователи температуры, да, ну, терморезисторы, скажем так, имеют определенную инерцию. И даже самые малогабаритные, они для воздуха могут установить, значит, температуру, нужную только в течение, там, порядка двух секунд. Кроме всего прочего, значит, масса вообще-то вот этих вот... как производится измерение температуры. То есть теплота от воздуха, да, передается вот этому датчику. То есть при этом воздух остывает, да, датчик нагревается. Чем больше разница масса воздуха и масса этого самого температурного датчика, тем адекватнее результат. Ну, в конечном итоге у меня просто я даже не это самое, не задавался вопросом тем, чтобы при алиабарном, значит, взятии разрежения измерять температуру. Потому что я знал, что это обречено на это самое, на право. Датчики давления мной стоят лишь для того, чтобы отслеживать, как производится, ну, как происходит этот самый изооприятий, скажем так, процесс, да, что проведено в соответствии с законом Бори-Мариотов. Насчет того, что я, середируя, что постоянно запоминает насчет того, что я типа не проводил никаких подресностей, на самом деле, значит, все результаты, они у меня там написаны очень простым образом. То есть на самом деле, значит, погрешности при измерениях, они как раз не вылезали за пределы вот этих вот. Это те величины, которые я там привел, что, допустим, показатель алиапасы для воздуха равен 1,0,0,0,0 и данные пределы от 1,27 до 1,31 – это как раз все погрешности с учетом погрешности измерения. С учетом класса приборов, с учетом, с каким образом я снимал, как я измерял этот самый объем гадрот внутри цилиндра. То есть я даже не знаю, это... Могу это все, конечно, расписать, но я не вижу особого смысла. Потому что для меня это как бы рядовая работа. Это же переводило, наверное, эту самую проблематичность, потому что он не знает, как это выделывается. Не надо наличность... Да, наличность и не переходим. Спасибо. Нет, спасибо. А вообще-то это самое, как бы, я говорю, что результаты уже приведены, эти самые предельные результаты, именно как раз с учетом возможностей, подрешутся уже в проведении измерений. Еще, парень, вот Волов там проявил, вот сейчас вот в чате, там, посмотрите, у него надпись, вот это, что... Не только у вас. Не знаю? Посмотрите в чате то, что там написано, последнее сообщение. Да, что набирает статистика эта. То есть, все-таки я понял, что вот требование, вот Перегудова, Дима, который сформулировал, что отношение должно, это, процесса, к времени измерениям, ну, сотня там, грубо говоря, да, и она будет определять паре, что у вас выполнено, правда или нет? Значит, дело в чем, он, я, честно говоря, не совсем понял Перегудова, потому что он говорит постоянно о каком-то выравнивании этого самого температура. На самом деле, при адиабатном процессе как раз никакого выравнивания температуры и не идет. То есть, на самом деле, при адиабатном процессе надо провести эксперимент настолько быстро, насколько это возможно. Единственное, что при очень большом скорости сжатия может, как сказать, можно нарваться на то, чтобы возникнет ударная волна в цилиндре, и она чуть-чуть, ну, искалит эти самые результаты. То есть, я пробовал там и очень быстро это там все это самое сделательно. Я считаю, что, то есть, исходя из этих самых, из результатов моего эксперимента, я думаю, сказать, что когда процесс в металлическом снеам в цилиндре происходит где-то, значит, в течение 10-й ряда времени долей секунды, то этот процесс, в принципе, можно уже с вероятностью, ну, не с вероятностью, 99% посчитать полностью адиабатным. Ну, правильно. Дмитрий как раз и говорит, что для большого сосуда, в котором он вел эксперименты, время регистрации может быть там 2-3 секунды. Вполне возможно. Вполне возможно. Только вы учитываете, понимаете, я что хочу сказать. Вот ситуация такая. Вот у меня есть этот самый, допустим, пневмоцилиндр, да? У него, вот он, да? Пневмоцилиндр. На самом деле, для того, чтобы сжать, надо приложить какое-то усилие. Так вот, с учетом того, что там есть какая-то площадь этого самого, да? С учетом того, что здесь засыпаны отверстия, для того, чтобы создать максимальное там где-нибудь давление и вес их отверстия, я должен налегать над тем пневмоцилиндр, с тем своим местом. То есть на самом деле у меня в доме использовать какие-то сжимные цилиндры большего габарита, чем этот, и вес больше металла, объема вообще нет никакой возможности. Но какой плюс этот имеет по отношению к методу Киманодезорма? Четыре раз это не рассказывалось. Значит, если кто не понял. Метод Киманодезорма начальное давление равно одной атмосфере. Потом оно увеличивается увеличивается. На величину две сотых атмосферы. То есть на самом деле проверка происходит на вот на величине диапазона одна атмосфера, а на целой две сотых атмосферы. Все. Исходя вот из этого маленького-маленького вот этого самого кусочка строится огромная-огромная авиабата, да, за основание которой как бы это самое там предпротивляется она в одну сторону бесконечности и в другую сторону бесконечности. На самом деле на самом деле вот это просто не понимают люди, которые настолько привыкли к этому самому методу и считают его за такую дженерную вещь, что не видят того этих ошибок, которые лежат в этом самом методе на поверхности. Люди, обычно трудно это самое отойти от старых этих самых своих ребят. Это у нас уже лирика пошла, да? Подождите, Гор, ну в общем-то дело в том, что суд не меняется, то есть увеличивается давление, начинает выравниваться температура и вот надо быстренько успеть все это зафиксировать. реальное время, а у вас какие-то автоматические с какой-то частотой, если я правильно понял, десятки гер, да? Вы регистрируете эти результаты? В чем дело? По-моему, все так. Это не так у меня было. То есть на самом деле я устанавливал стопор и совершенно четко у меня было известно, какую величину я произведу в определенном случае сжатия. и в этом случае у меня я не смотрел показания по манометру. По-моему, у меня приборчик подключен к этому самому компьютеру и снимает показания. Вот, вначале приборчик подключен. То есть я знаю, что, допустим, в этот момент я произведу сжатие, допустим, ну, с показателем сжатия, допустим, у меня будет равен четыреем, да, то есть я сожму газ по объему четыре раза. Хорошо, я приготовился, у меня стоит газ. Я наступил, прошло это самое и потом смотрю на этот самый результат, который у меня заснял компьютер. На компьютер смотрю, такая величина давления была получена вообще максимальная. Максимально была получена такая величина. Вот, это и есть как раз та величина, которая занозилась в этот самый в общие самые данные и на основании которых потом строился график авиабактного процесса. Слепания были, конечно, кое-какие, но я считаю, что, наверное, оказывало такое-то самое там, то есть, была, конечно, такая-то не точность измерения, но она вполне несколько откисла именно с класса этого самого прибора и с класса того самого сангельпункла, которым я отмерял складыши туда. Так что насчет того, что методика у меня какая-либо неправильная, левая, это все разговоры с той же дырой. Да, понятно. Ладно, Дмитрий, ну, по-моему, ответ говорит о том, что, в общем-то, ваше, ну, скажем так, требование выполнено в эксперименте. Нет, Иван, вы немножко не поняли. Вопрос не в том, насколько часто мы считываем давление с датчиком. Вопрос не в этом. Вопрос в том, насколько быстро мы проводим само сжатие. Сжатие мы проводим руками. И суть именно в следующем, что полное время выравнивания температур, значит, вот, если вы взяли, там, скажете, сжали, или, наоборот, создали разряжение быстрое, то у вас, естественно, в адиабатном процессе при сжатии газ немножко нагревается, при разряжении немножко охлаждается, а дальше его температура начинает выравниваться с температурой окружающей среды. Вот полное выравнивание по всему объему проходит за время порядка двух секунд. Соответственно, чтобы у вас существенно, так сказать, это выравнивание идет постоянно. Как только вы начали двигать поршень, так уже, так сказать, газ немножко, так сказать, стал, например, горячее, и начинает отдавать уже тепло стенкам. Так вот, чтобы это выравнивание существенно, так сказать, вам не исказило, ваш результат для адиабатов, у вас время проведения процесса, то есть сжатия, не время считывания этих самых показаний, а именно само время сжатия, оно должно, так сказать, намного быть меньше, чем вот эти вот две секунды. Поэтому, на самом деле, вы же понимаете, вот я вам провожу конкретные данные, я объясняю, куда эти данные вделить. Автор эксперимента говорит, ну, мне кажется, что я за одну десятую секунду сжимал, откуда он это знает, значит, мне кажется, что это достаточно для вас, чтобы считать процесс адиабатическим. Опять-таки, я и говорю про это, что эксперимент изначально неправильно спланирован, то есть не произведены оценки величины, не произведены оценки погрешностей, и это и привело к тому, что, так сказать, измеряется совсем не то, что хотели бы измерить. Вот поэтому все, так сказать, распальцовки на тему «да у меня, значит, германский клиндер, да у меня, значит, американский датчик», они тут совершенно не играют никакой роли, потому что хоть японский датчик ставь, но если вы, у вас в процессе, так сказать, сжатия значительное количество тепла ушло в стенки, то у вас не будет адиабатный процесс. Вот и все. А вот эти оценки автор упорно не хочет делать, и упорно, так сказать, не делает вид, что он не понимает, так сказать, причем они тут. Вот это так и осталось, никуда от этого не денешься. Я, кстати, хотел бы еще один вопрос задать по поводу обработки результатов эксперимента. То есть, если я правильно понял, то я бы тоже так со стопором делал, конечно, причем с двумя спорами, один верхний, другой нижний. Я бы знал, какой начальный объем, какой конечный. Значит, многократно проводился эксперимент, и дальше, значит, видимо, для разной степени сжатия он производил. Ну и дальше можно, значит, как-то, наверное, там нанести какие-то точки на график, да, и потом по этим точкам пытаться построить какую-то, так сказать, кривую, ну, степенную зависимость какую-то. И эту самую степенную зависимость, ну вот, собственно, показатели аппроксимировали. Там-то вот у нас все в порядке с обработкой, потому что там на самом деле экспериментальные точки, конечно, не ложатся на одну кривую, так уж все прям хорошо, да, они начинают прыгать. Дальше вы, когда проводите эту самую кривую, выясняете, что ее можно провести и так, и эдак, это свои погрешности вносит. В принципе, есть методика, по которой считается, когда вы берете экспериментальные данные, да, и аппроксимируете их какой-то теоретической зависимостью, зависящие от параметров. Вот как погрешности в этих параметрах считают. Ну, самый простой, это метод наименьших квадратов. Ну, все знают, как считать параметры, но мало кто знает, как считается погрешность в методе наименьших квадратов. Вот, как реально обрабатывались вот уже окончательные результаты экспериментов для того, чтобы получить показатели азиаболида. Это вопрос автору, да? Да, вопрос автору, конечно. Как обрабатывались результаты? Ну, вот есть результаты эксперимента, то есть, значит, там, степень сжатия, да, и давление, или как там, скачок давления, да, еще какая-то другая степень сжатия, другой скачок давления, и так далее, и так далее. Как же это потом пересчитывалось в коэффициент гамма? И так, из-за того, что у вас же есть случайная погрешность, у вас же, так сказать, как бы, если вы даже сжали в четыре раза, по одному и в другом, то давление у вас, так сказать, в разное количество раз в двух опытах изменится. Вот. Ну, получались, да, некоторые, это стало получалось, и некоторые разбросы этих самых параметров. Соответственно, значит, это сами строили, если, так сказать, его график, афортизируйте график по всем этим самым, то есть, и все. Ну, и там какая-то же была тоже погрешность в параметре, в гаммете, в самой же, получается, от того тоже касается погрешность? Дмитрий, Дмитрий, была. Так вот, делай чем-то, я вам не хотелось бы говорить, что вообще-то это странно. Погрешность, значит, какой класс источники прибора? Знаю. Знаете, да? Знаю. Значит, исходя из класса источники прибора, исходя из класса источники... Вы сейчас немножко... Определялся, но я определяю, значит, самую погрешность, которая может быть максимальная и, соответственно, не понимая. Нет, вы немножко не про то, вы сейчас про приборные погрешности. Я так говорил. Так вот, значит, соответственно, когда я строил автосценирующую эту самую приводу, то, соответственно, учитываясь еще и выбросы максимальные и минимальные ответы автосценирующей приводы, и с ними все добавляют два погрешных прибора. Именно поэтому у меня получился именно вот такой вот большой разброс, начиная от... я стал в пределах от 1,27 до 1,31 для воздуха. То есть по 54 соток показателей авиабата – это очень большой разброс. Очень большой разброс. На самом деле, я должен сказать, что для того, чтобы этот самый... Если вы хотите сказать, что где-то, что вот, я там вот этот самый посчитал неправильно, я вам рекомендую, проведите эксперимент, посчитайте правильно и выводите свои результаты. Да я каждый... Не могу вам запрещать. Вы просто сейчас, я вам говорю, я вам 15 раз говорил, что вообще-то этот эксперимент, этот эксперимент, надо поставить нормальным условиям. Вот для вас это, кажется, не такой. То, что я сейчас провел этот эксперимент, и то, что я выложил его результаты, это на самом деле, это я не говорю, что вот эта вот величина окончательная и беспородная. Это та величина, которую я получил я. Ее можно опровергнуть, но ее надо опровергать неговорими, не пустыми договорами, а именно проведением нормальных экспериментов, нормальных условий. Ну, он... Ну, кстати, можно вмешать. Я не знаю, как дальше с вами разговаривать. Все, мы поняли, что все друг друга не понимают. Можно мне сказать? Да, давайте, Дмитрий. Можно сказать, да? Да, можно. Вот смотрите, я так понял, что вы сжимаете в цилиндре газ, поршни достаточно быстро, и пьезодатчиком измеряете давление, которое у вас получается при фиксированном объеме. Да. То есть степень сжатия у вас определена. Так? Да. И вы этот пьезодатчик тарируете на обычном статическом давлении. Так? Правильно? То есть вы его тарируете, у вас там 2 атмосферы, 3 атмосферы баллон наполнили, измерили и протарировали таким образом. Да. Потому что я такие опыты тоже проводил в свое время. И по ксенону, и по воздуху, естественно. Так вот. Дело в том, что вот эти пьезодатчики, они очень по-разному реагируют на динамическое давление и на статическое. Это совершенно разные вещи. И тарирувку на динамическое давление проводят как раз, используя показатели адиобата 1,4 и степень сжатия, и как раз вот эту тарирувку-то и проводят именно давление, когда выдаёте. Давление в соответствии с законами, которые вы опровергаете. Иначе эту тарирувку, я не знаю, как вы будете проводить. Другую тарирувку просто никто ещё не придумал. Интересная у вас всё-таки эта самая методика. На самом деле, на самом деле, вы знаете, давление, оно и в априке давление. Будь оно это самое давление... Нет, нет, вы ошибаетесь. Это пьезодатчик давления. Он совершенно по-другому действует. Это совершенно... Датчик давления действует так, с каким давлением на него делать. На самом деле, орлэшовские датчики, а не сензометристические датчики. Так вот, Какой датчик? ЛХ-610, Т610, Т610, Орлэшовский датчик давления, это сензометрия, он основан на сензометристическом этом самом, как его... Это понятно. Как это бывает? Так вот, я вам что хочу сказать, что именно поэтому я его и выбрал. дело в том, что давление, оно и в Африке давление, будь оно динамическое, будь оно статическое. На самом деле, когда вы... я отрезаю с помощью этого датчика, я говорю, я могу отрезать с помощью этого датчика, а все считые, если там изменение давления, в считые, с чистотой 100 тысяч сэмплов, это самое. Это понятно, у вас там стоит плата данных, а цифровка, это все понятно. Но дело в том, что как сигнал, который подает... И это давление соответствует... Датчик, он уже не вер... Он уже другой, вы его неправильно просто интерпретируете. Да вы не понимаете его препараты другой. Он другой у вас, вот это вы не можете понять. Динамическое давление, статическое, этот датчик работает совершенно по-разному. Я давно с этим сталкивался. Я приказался понимать, что это... И вы хотите сказать, что его препараты, что вы датчики тарируете по этому самому, и вы тарируете датчики по результатам, которые записываются. Поздравляю вас. Это, Василий, только... Это датчик... Это делает весь мир, уже два века. Два века ровно делает весь мир. Нет, нет, нет. А то, что показатели 1 на 4, можно из других опытов определить. Это ничего страшного. Извините, извините, значит, на самом деле... Значит, мир был неправ. И вы... 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 Это... Меня прямо... Это самое. Радует... Теперь второй вопрос. Вот вы пишете, что у вас Джоули Томпсона... Вернее, Джоули опыта у вас совершенно... Вы каким-то образом опровергаетесь. То есть, вы берете миксер, вставляете в его воду, да, измеряете мощность, которую вы передали воде там, или мороженому, чего-то. И у вас температура нагрела этого мороженого не соответствует тому, той мощности, которую вы передали за время цели. Так что, я так понял, да, у вас неравенство, вы пишете, как-то это, неравенство механической работы, ну да, и у Джоули также, и количество теплоты. Вот. У него была погрешность в опыте большая. Но вы же можете это достойно провести? Секундочку. Подтвердите. Значит, нету... Подождите. Значит, давайте не будем пока это выносить на этот самый, на какую-то программную статью, значит, мою, вот эту вот, насчет эксперимента Джоули. Так, и дело в том, что у меня есть определенные, скажем так, мысли на счет того, что результаты вот этого эксперимента своего Джоули все-таки построил, скажем так, подкорректировал. Ну, наверное, даже жульнике. Так вот, я пока не делал никаких этих самых экспериментов, я не делал, мы же пока не делали. Но, если кто-то займется этим вопросом, это будет, я думаю, интересно. Я бы пока считаю, что, значит, это самое, что попытка вот Джоулим сделать вот этот эксперимент, он, наверное, провел какой-то эксперимент, результаты, которые он выложил в этом самом статье, я, кстати, пока статью не нашел, в которой Джоули описывает результаты эксперимента, нашел пока листок и ссылки на нее, и так далее, но саму статью оригинально напечатанную и как бы на английском языке, пока найти не удалось. Вот когда я завяжу этим вопросом более предметно и когда я экспериментально проверю, дай бог, этот эксперимент Джоули, тогда будет о чем говорить. Сейчас у меня пока возможности такого нет. Но, еще раз повторяю, что у меня есть основания полагать, что Джоулим живет ничего. Хорошо, замечательно. Плохой Джоулим. Прошло у нас три часа, сначала беседы, так что я думаю надо уже подходить к концу немножко, а то я сегодня домой хотел попасть. А, вот так, да? Ну, это ладно, это так. Не так важно. Поэтому, я думаю, если будут еще какие-то вопросы или уточнения, или вообще еще что-нибудь подобное, недовольство, или еще опять какое-то недовольство, их будет много, то там уже есть форум, или лучше обсудить на этом самом. через email, либо можно когда-нибудь еще раз встретиться. Вполне. Ну, как бы опыт первой у меня, не знаю, первой Блинкомом, наверное, чуть-чуть прошел. Хотя, все-таки были бы какие-то эти самые, если бы заранее знать все эти вопросы, на которые представили ответить, ну, разговор был бы, наверное, более бы такой-то самый предметный. кроме всего прочего, ну, я не очень это самое, мне не очень нравится метод общения с этим самым, с Перегудовым, потому что вот излишки безэкликционно всегда это самое выступает, ну, это у меня, наверное, грешка с этих самых формов, и, в общем-то, никогда не это самое, не воспринимает это самое, другую точку зрения, а мне бы хотелось, чтобы не только ему одному давали слово, потому что, допустим, от него мнение совершенно как бы неинтересно, потому что я знаю, что он из себя представляет, со своим знанием, а вот вижу тут Александр Макеев, с которым, может быть, хотел бы поговорить, вижу тут еще некоторые, которые, это самое, может быть, у них есть какие-то там вопросы, я бы, честно говоря, познакомился с людьми, которых я это самое, пока не знаю. Ну, хорошо, если, ну, если уж кто-то из тех, кто вас заинтересовал, тех, кто здесь присутствует, хотели бы что-то задать, ну, могут, конечно, задать, я настаиваю на обратном, из своих, своих личных каких-то, искать из личных мотивов, но все. Все, наверное, многовато, давайте, наверное, действительно. Да, мы уже, по моим данным, 2 часа 54 минуты здесь сидим, поэтому, да, я думаю, что стоит заканчивать, поблагодарить докладчика, я сделаю вид, что похлопал, все равно не слышно, да, ну, замечательно. Спасибо всем, спасибо всем, надеюсь, что еще где-нибудь как мы встретимся. Ну, если есть более, кстати, выясните, что на житель более интересно разговаривать с людьми, которые умеют что-то делать своими руками, а не просто это самое. Ну, мы поняли это. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Ну, всем всего доброго, спасибо. Спасибо. Спасибо.